Доброе утро. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Меня зовут Сергей Кулешов. И у нас начинается вебинар. Первый вебинар из серии, который будет состоять из трех вебинаров, посвященных работе с один из битрикс-управления сайтом. Сегодня первый открывающий эту серию вебинар, первая часть, которая будет посвящен функционал и привычный настройок интернет-магазин. Я хотел бы, прежде чем мы приступим к демонстрациям и к работе с платформой, убедиться, что у нас с вами все в порядке с трансляцией. И для этого я попрошу вас отыскать в интерфейсе программы «Знак вопроса». Он, скорее всего, находится у вас справа от экрана, и там можно задать мне вопрос. Я прошу вас туда сейчас написать плюсик, что вы все видите, слышите, у вас есть картинка на экране, со звуком все в порядке. Таким образом, я буду знать, что мы с вами можем спокойно начинать. Спасибо большое. Да, я вижу, поступают ответы. Спасибо большое. Все отлично. Еще один организационный момент. Если вдруг с трансляцией происходит какая-то неполадка, то есть вы перестаете, замирает картинка, вы перестаете слышать звук, или происходит что-то еще непредвиденное, не беспокойтесь. Во-первых, запись вебинара, безусловно, будет, поэтому пропущенный момент вы всегда сможете посмотреть. А во-вторых, обычно это происходит из-за каких-то неполадок на интернет-каналах, либо на моем, либо на вашем. За своим интернет-каналом я пристально слежу, моя программа вебинара детально показывает, как все работает, и у меня есть резервный канал. Если вдруг что-то произойдет, безусловно, переключимся на резерв, и, по идее, у нас все будет хорошо. А в случае, если у вас с интернет-каналом что-то произошло, ну, обычно помогает просто переподключиться к вебинару или подождать некоторое время, пока связь заработает нормально. Так, ну что же, вот Александр спрашивает, сколько нас. Ну, сейчас, насколько я вижу, подключилось чуть более 70 человек. Так, давайте еще два слова про то, собственно говоря, что у нас будет с вебинаром. Вернее, о чем мы сегодня говорим. Вы регистрировались, скорее всего, вот на нашем сайте 1SBitrix, вот на этой страничке, интернет-магазин за 6 часов, и сегодня первая часть вебинара – функционал и первичная настройка. У нас традиционно вебинар состоит из двух частей. Первая часть – это демонстрация самой платформы и принципов работы с ней. Основные настройки. В данном случае мы с вами будем устанавливать платформу и, собственно, разбираться, как же с ней работать, как ее настраивать, какие привычные настройки необходимо сделать, чтобы с магазином было все в порядке. Во второй части Мария Вознина – маркетолог компания «Аспро» за своей темой запуска интернет-магазина в вопросах и ответах. На мой взгляд, тоже очень правильная тема для тех, кто начинает свой бизнес в интернете или для тех, кто хочет запустить новый интернет-магазин. Здесь Мария расскажет нам довольно детально про все решения, все вопросы, которые возникают на старте. Ну, в общем, программу, уверен, вы видели. Или здесь же, на этой же страничке вебинара, этой части вебинара будет выложено видео, запись видео, и вы сможете в свободное время, в удобное время пересмотреть в случае необходимости. Так, ну что же, поехали дальше. Что нам понадобится и для чего мы будем говорить, о чем мы будем говорить сегодня с вами. В моей части вебинара. В первую очередь, это установка и первичная настройка. Да, кстати, мы с вами потестировали вопросики. Не забывайте, что вы можете их задавать и задавать постоянно в процессе того, как я что-то рассказываю. Если вас что-то заинтересовало, спрашивайте, пожалуйста. Я буду делать некоторые перерывы, то есть паузы в лекции, скажем так, и отвечать на них устно, если не окажется, что я ответил в процессе рассказа. Так, о чем мы будем говорить? Будем говорить об установке. И первичной настройке – это, наверное, самое важное. Посмотрим, какие способы наполнения каталога, посмотрим, как производится настройка платежных систем и какие настройки есть по работе с SEO, потому что это тоже довольно-таки важный момент, и правильно настроить то, что в магазине касается SEO и вообще мета-тегов, тоже, на мой взгляд, принципиально. Чего начнем? Начнем с того, что мы возьмем платформу 1SBitrix с управлением сайтом. Это профессиональная система для управления проектами, веб-проектами, и, в принципе, на платформе 1SBitrix можно создавать любые типы сайтов. Абсолютно любые, в том числе интернет-магазины, конечно же, но и в целом про любые другие сайты, начиная от обычных корпоративных сайтов, заканчивая какими-либо социальными сетями, онлайн-сообществами, информационными порталами и так далее. То есть разнообразие здесь довольно-таки велико. Поэтому мы сегодня будем с вами поговорить об интернет-магазине, и в качестве вот такой схемки, из чего состоит платформа, да, дело в том, что платформа очень богата различным функционалом и возможностями работы с интернет-магазином, его продвижением, обслуживанием, развития и так далее. Вот так вот довольно сложно обозрить вообще все возможности. Мы поэтому постарались нарисовать вот такую схемку, в которой можно было бы увидеть, да, из чего, собственно говоря, она состоит. На данный момент платформа состоит из большого количества модулей, их там больше пяти-десяти, и, конечно, они все подразделяются на определенные секции. То есть есть, например, визуальная часть, которая обеспечивает продажи, да, то есть это шаблоны, компоненты, это адаптивные готовые решения, которые позволяют работать как на обычном устройстве, так и на обычном компьютере, так и на различных мобильных устройствах, планшетах, возможность создания мобильных приложений, использование в розничных магазинах, торговых точках, работа с... любые работы по контакту с покупателем, то есть это имейл-рассылки, это телефония, это мессенджер для обработки входящих сообщений через различные соцсети и так далее. Это внешняя часть платформы. Что касается внутренней части, да, то это, безусловно, система управления заказами, это система управления каталогами и ценами, то есть это каталоги, это, безусловно, большой набор маркетинговых инструментов, о них в нашей серии вебинаров будут говорить мои коллеги чуть позже, в следующих вебинарах, это целый набор облачных сервисов, которые обеспечивают возможность и резервного копирования, которые выполняют функции персонализации, то есть мы часть работ, часть нагрузки на магазин, которые технологической нагрузки забираем в свои облачные сервисы для того, чтобы это... для того, чтобы обеспечивать преимущество нашим клиентам. Ну и, конечно, технологические всякие вещи, связанные с быстрой загрузкой, это композитная технология с возможностью масштабирования, если это действительно очень крупный интернет-магазин, и работой с внутренними системами, то есть это интеграция с различными учетными системами, 1С, с внешними учетными системами могут быть не только 1С, но любые другие, у нас есть открытые API, и с ним можно, собственно, работать. Так, я вижу, что сообщает, что сейчас у некоторых слушателей нет звука. Пожалуйста, те, кто меня слышат, не могли бы вы написать плюсик, чтобы я убедился, что это не общая проблема, а проблема у конкретных слушателей. Я сейчас не вижу проблемы с трансляцией или с микрофоном. Да, вижу, что все в порядке, да, видно, что вы пишете. Спасибо большое. Будем надеяться, что звук наладится у тех, у кого с ним проблема. Сейчас я попробую, извините, я буквально секунду прервусь, чтобы ответить. Да, прошу прощения, к сожалению, словами не могу сказать, за тем, у кого не работает звук, приходится сделать это письменно. Ну что ж, будем надеяться, что все наладится. Спасибо большое за обратную связь, что у вас все хорошо. Так, значит, да, интеграция с внутренними системами – это, как я уже говорил, 1С, это другие ERP-системы и CRM-системы, в частности, BITX24 – это наш второй продукт, про который еще целая серия вебинаров есть. Я уверен, что вы о нем слышали. Его также можно подключать к интернет-магазину. Безусловно, есть еще такая прекрасная площадка, как Marketplace, и это площадка, на которой представлены различные готовые решения и дополнения к платформе. Дело в том, что мы, как вендор-разработчик, безусловно, не можем закрыть абсолютно все потребности или все необходимые решения для всего возможного рынка, да, интернет-магазинов. Поэтому мы предоставили технологическую возможность с нашим партнером разрабатывать различные решения. И партнеры делают как интернет-магазины, так и просто готовые сайты на платформе BITX, все предоставляют их возможность их приобрести и там несколько кликов, по сути, установить на платформу. Также туда входят различные решения и расширяющий функционал. То есть не только готовые магазины, но и всякие фишечки, всякие дополнительные модули, которые расширяют функционал и делают ваш сайт лучше, эффективнее и так далее. Ну и, конечно же, интеграция с внешними системами, такими как платежная система, служба доставки и так далее. Это в целом обзор того, из чего состоит, из каких модулей основных состоит система. Мы сейчас будем работать с некоторыми из этих модулей. И очень важно сказать, что BITX, вообще наша политика была в том, чтобы сделать платформу, которая максимально готова к запуску, но при этом сохранять очень широкие возможности для доработки, развития проекта, для работы, для кастомизации его под конкретные какие-то нужды, конкретные какие-то требования каждого нашего клиента. Поэтому набор функционалов очень богат, и управление им достаточно удобно. Мы сейчас с вами перейдем к интернет, вернее, к непосредственной демонстрации. Мы будем с вами устанавливать и смотреть на платформу в типовом варианте. То есть это будет тот интернет-магазин, который идет в комплекте с платформой по умолчанию и совершенно бесплатно предоставляется всем нашим клиентам, которые приобретают лицензию. И для того, чтобы нам с вами начать работать, нам необходимо установить платформу, скачать ее и установить. Как это происходит? Это происходит несколькими способами. Если вы готовы сразу же начать работу на хостинге, о том, как выбрать хостинг, какие вопросы к хостингу возникают, Мария расскажет в следующей части. Наша задача сейчас с вами разобраться, как, собственно, происходит установка. В большинстве хостинг-площадок, если вы зайдете в список партнеров и выберете раздел «Хостинг», вы увидите здесь список рекомендуемых хостеров по различным параметрам и выбрать тот, который вам подходит так или иначе по цене или по набору функций. Выбрав любой из них, по сути, вы получите возможность установить Bittrex практически в один клик. Поэтому эту процедуру я показывать не буду, да и для этого нужно иметь аккаунты на хостинге уже готовые. Там на самом деле большинство хостингов предоставляют так называемую предустановленную тарифе, то есть тариф, в котором Bittrex уже существует. То есть надо только его оплатить, нажать две кнопки, и Bittrex установится и развернется сам. Если вы выбираете хостинг там не из списка или у него нет предустановленного Bittrex, то Bittrex можно установить, и для этого у нас есть раздел «Скачать». Если перейти в раздел «Скачать управление сайтом», здесь будет целый набор скачиваемых файлов. Первая часть – это пробная версия. Она может быть установлена на обычный Windows компьютер, компьютер под управлением платформы Windows. Как видите, это файл .exe. И скачав его и запустив, установщик развернет на вашем компьютере псевдосервер, обеспечит работу всего необходимого для работы Bittrex, платформы Bittrex, и вы сможете в течение 30 дней с этой демо-версией поиграться. На самом деле многие умудряются даже с этой демо-версией что-то начать делать, а потом сархивировать ее и выгрузить на хостинг. Такое тоже возможно. Но я предпочитаю в таких случаях рекомендовать другие варианты. Во-первых, вы можете взять уже готовый сервер. Это хостинг или свой собственный внутренний сервер, который работает под управлением Linux и на котором установлен патч, и взять просто дистрибутив платформы. Собственно говоря, вот он, дистрибутив. Вы можете скачать любой из них в соответствующем архиве и с помощью своего администратора или помощника, или администратора, или техподдержки хостинга развернуть его на хостинге. В целом эта процедура, опять же, требует некоторой технической подготовки, но вполне возможно. Если стоит задача настроить свой собственный сервер или, как мы сегодня будем с вами делать, поработать, но полноценно в среде, максимально приближенной к боевой, скажем так, то есть к среде, в которой действительно будет работать ваш сайт, то я буду рекомендовать использовать виртуальную машину. Виртуальная машина – это у нас с вами полноценный виртуальный сервер, который может быть запущен в среде виртуализации. Этих средств довольно много. Мы предоставляем виртуальной машине для четырех различных средств. Это, соответственно, VMware, VirtualBox, Hyper-V, это Microsoft, и, собственно говоря, открытая виртуализация. Там есть целый ряд других программ, которые могут обеспечить виртуализацию. Что это такое виртуализация? Это возможность запустить компьютер внутри компьютера, виртуальный компьютер. И он будет, используя ресурсы вашего основного компьютера, выполнять все необходимые функции обычного сервера. То есть вы внутри своего компьютера создадите мини-хостинг. Это самый надежный, самый быстрый и самый, на мой взгляд, простой и качественный способ работать с Bittrex локально. То есть если у вас сейчас нет хостинга, или хостинг вы планируете подключить и оплачивать, когда уже магазин более-менее готов, или еще по каким-то причинам хотите поработать локально, то можно использовать виртуальную машину. Для демонстрации я и буду использовать именно ее. Как, собственно, ей пользоваться? Я сейчас тоже в двух словах покажу. Мы скачиваем подходящую нам виртуальную машину. Я буду использовать VirtualBox, поскольку это совершенно бесплатная среда виртуализации. Вот она у меня запущена здесь. Вот такое приложение. Оно что на Mac, что на... у меня Mac, что на Windows выглядит там плюс-минус одинаково. И в основные функции, собственно, выглядят точно так же. То есть мы скачиваем в моем случае виртуальную машину для VirtualBox. Она у меня уже скачана, поскольку довольно-таки объемная. Я ее скачал заранее, чтобы не тратить время вебинара на, собственно говоря, эту процедуру. После чего ее нужно импортировать в систему. Для этого нужно найти соответствующий файл, скачанный виртуальной машиной. В принципе, система подсвечивает подходящие файлы. Вот он. У меня виртуальная машина. А, нет, это не тот. Секундочку. Сейчас мы поищем. Это у нас с вами CRM. Поищем другую виртуальную машину. Вот она. Собственно говоря, после чего нужно всего лишь проверить настройки. На самом деле я, поскольку у меня четырехъядерный процессор, я обычно отдаю виртуальному компьютеру два ядра и имею 8 гигабайт оперативной памяти, даю чуть побольше оперативной памяти виртуальному компьютеру. После этого, ну, просто чтобы это все побыстрее работало и было более приближено к боевым. На самом деле на хостингах, которые работают в рабочем режиме, ну, естественно, ядер больше, да и памяти побольше. Поэтому для моего маленького мака это будет вполне достаточно. Собственно говоря, вот эта виртуальная машина, она вот запустилась, сейчас находится в стадии выключенной. Единственную настройку, которую я еще... которую необходимо сделать, это настройку сетевых параметров. То есть настройку адаптера, виртуального адаптера, того, как он будет подключаться. Самый работающий способ – это сетевой мост. Сетевой мост означает, что внутренний компьютер будет использовать ваш... ну, по сути, будет использовать ваш сетевой адаптер, который установлен в вашем компьютере для того, чтобы получить доступ к интернету и, собственно говоря, могли устанавливаться обновления и так далее. Собственно говоря, это будет... это будет завершение всех настроек, после чего надо просто включить эту виртуальную машину. Я делаю два клика, она запускается. На самом деле мы сейчас видим как бы экран виртуального компьютера и мы видим все, что происходит на этом экране. Система будет запускать Linux. Там внутри... сейчас даже не вспомнил, какая именно операционная система, но, скорее всего, это у нас CentOS. CentOS седьмой версии или шестой. Ну, вот, собственно говоря, на самом деле, да, седьмой версии CentOS там находится. Вот, собственно говоря, сервер запустился, и вот этот экран сообщает нам, что все в порядке. Все, что нам нужно знать, это вот этот IP-адрес. То есть нашему... нашей виртуальной машине был присвоен соответствующий IP-адрес, и он теперь есть в вашей локальной сети или на вашем, собственно, компьютере. 8191. Набрав этот адрес в браузере, мы получим, собственно говоря, веб... то есть, по сути, доступ к сайту. То есть для локальной работы это крайне удобно, потому что у нас есть постоянный IP-адрес. Машину можно выключить и включить, и адрес при этом сохранится. Она может работать и не работать. В любое время вы можете вернуться к работе с сайтом или к тому, чтобы попробовать с ним что-то поделать. В моем случае мы будем устанавливать. Дальше нас с вами встречает, по сути, мастер установки. Все, что нам нужно, это выбрать, что же мы такое хотим установить. Я буду устанавливать демонстрационную версию редакции бизнес и, собственно говоря, сказать, загрузить. Сейчас будет происходить, по сути, загрузка дистрибутива с нашего сервера, самого последнего свежего дистрибутива платформы, который был выпущен нами. Говорят, что уже не на живой хостинг устанавливают. Ну, как бы на самом деле на живой хостинг устанавливать гораздо проще. То есть обычно с предустановленным битриксом там вообще ничего делать не нужно, кроме нажатия одной кнопки, там, установить битрикс. И там все остальное происходит само. А вот сам факт работы установки, вот он точно такой же, как сейчас. То есть установщик битрикса будет выполнять все то же самое, что я сейчас вам показываю на любом хостинге. Так, 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 так. Спрашиваю, где можно посмотреть запись вебинара. Запись вебинара будет доступна на сайте, там же, где вы регистрируетесь. И мы, безусловно, вам пришлем ссылки на электронную почту. По итогам вебинара, как только запись будет готова, он будет вам обязательно пришлем. Так, а вот Ольга говорит, что звука нет у с вебинара. Ну, к сожалению, это какая-то проблема на стороне Ольги. Ничего не смогу с этим поделать отсюда. Так, ну что же, пока тут происходит загрузка и разворачивание дистрибутива. Мы с вами вернемся к презентации, чтобы не смотреть, как бежит эта полосочка. Да, мы с вами немножко поговорим про другие возможности. Я думаю, что скачивание займет минуты две-три еще, и мы спокойно сможем с вами обсудить некоторые вещи. Значит, та версия платформы, которая будет установлена сейчас, это редакция бизнеса, и внутри редакции бизнеса есть уже готовый интернет-магазин. Вот вы его видите сейчас на своем экране слева. Да, это готовый интернет-магазин, адаптивный, с адаптивным дизайном, с возможностью работы и преобразования дизайна на лету в зависимости от размеров экрана, который он не осматривает. И, соответственно, имеет возможность даже запуска и разработки мобильного приложения. Это тоже возможность всех редакций платформы 1S Bittrex. Более того, я бы даже сказал, что мобильное приложение уже входит там внутрь состав. Единственное, что для выпуска самого приложения, которое будет установлено вашим клиентом, потребуется отдельная лицензия на, собственно говоря, генерацию вот этого приложения. Так, двигаемся дальше. Мы с вами будем говорить о возможностях управления каталогом, работать с разными... То есть мы посмотрим на то, как наполнить каталог, какие есть возможности импорта, подключения и так далее. Единственное, что мы, наверное, в таком боевом режиме не попробуем, но обязательно посмотрим на все возможности импорта через... в том числе через Excel, и я вас адресую на то, как настраивается импорт через 1S. Посмотрим на основные возможности каталога. Мы, безусловно, пробежимся по таким вещам, как генератор торговых предложений и так далее. Посмотрим, какие типы товаров у нас с вами будут. И, как я уже говорил, про импорт немножко поговорим. Мы с вами обязательно затронем тему, связанную с платежными системами. И здесь я должен сказать, что в платформе уже настроен целый ряд платежных систем. То есть там есть соответствующие обработчики. И, по сути, нужно просто выбрать, с какой системой работать и заключить с ней договор, получив специальные авторизационные данные. Я там детально покажу, как это будет выглядеть. Что касается платежных систем, которые не встроены в платформу, то, как я уже говорил, есть Marketplace. Это каталог, в котором еще порядка сотни модулей различных других платежных систем, которые мы не смогли включить по умолчанию в платформу. Но вы можете там их найти и, собственно говоря, подключить себе, если вдруг какую-то платежную систему, которая вам нужна, у нас по умолчанию нет. То же самое касается служб доставки. Тоже целый набор различных служб и автоматическое подключение к ним, в том числе всякие довольно плотные интеграции с различными службами, такие как отслеживание статусов, формирование заявок на забор товара и вообще там трекинг, да, то есть понимание, где находится ваша посылка, посылка, отправленная клиенту, вывод этого в личный кабинет и так далее. Более того, мы всем нашим клиентам даем мобильное приложение для администрирования. То есть там, по крайней мере, управление заказами, отчеты из интернет-магазина могут быть доступны вам на мобильном телефоне. Это приложение Bittrex Admin. Можно его найти в App Store или в Google Play и установить его подключить к своему магазину. Опять же, совершенно бесплатно, и пользоваться для получения быстрых сведений о своем магазине или там отгрузки товаров прямо с мобильного телефона. Ну что ж, дистрибутив у нас с вами загрузился и установился. Нужно принять лицензионное соглашение. Сейчас мы пройдем по мастеру, который нам развернет нужное решение, то есть интернет-магазин. Если вы пробуете платформу, у вас еще нет лицензионного ключа, система предложит вам зарегистрировать свою копию, для этого нам указать фамилию, имя, имейл. И в этом случае к вашей установке будет присвоен временный демонстрационный лицензионный ключ. И он даст вам возможность, в общем, даже получать обновления и работать с ним. Мне это сейчас на данный момент пока не нужно. У меня есть свой ключик, и буду его использовать. Сейчас опять же будет происходить всякая настройка и разворачивание, по сути, дистрибутива и установка самого интернет-магазина. Это займет еще секунд 30. Еще два слова скажу про то, что есть в Marketplace. В Marketplace, как я уже говорил, есть довольно-таки большой набор готовых интернет-магазинов. И прежде чем, грубо говоря, начинать работу с демо-версией или еще с какими-то вариантами, я бы вам рекомендовал заглянуть в Marketplace и посмотреть интернет-магазины вашей тематики. Готовый интернет-магазин вашей тематики. Это может оказаться очень логичным и очень быстрым способом запустить интернет-магазин, очень соответствующий вашим требованиям. Дело в том, что партнеры уже имеют там большой опыт работы с такими магазинами, да, и они этот опыт консолидировали, собрали в одном месте и выпустили определенные решения, да, в рамках которого готовы, ну, в смысле, в рамках которого вы можете уже запускать и, в общем-то, не наступать на те же грабли, на которые наступил партнер вместе с предыдущими клиентами. Он весь свой опыт реализовал в уже готовом решении, и его можно использовать, уже взять и прям запустить. И, конечно же, помимо готовых магазинов, есть целый ряд различных фишечек и модулей, которые тоже имеет смысл изучить. То есть если вы вдруг увидели, что на сайте вашем не хватает какой-то штучки, там выбор города, видите, например, есть, или там геолокация, да, заказ обратного звонка, ну, вот какие-то такие вещи, которые там купить в один клик, пункты самовывоза, то есть что-то, что вам кажется необходимым, но у вас этого по умолчанию нет, прежде чем там бежать, грубо говоря, заказывать эту разработку или думать, как нанимать программиста и так далее, там можно посмотреть marketplace и найти, возможно найти там это решение, которое прям при установке скажет, даст вам эту возможность. То же самое касается различных скидок товаров, бонусов и так далее, то есть там целый ряд таких решений. Так, ну что ж, посмотрим. Да, установка у нас по сути завершена, сейчас надо ввести пароль администратора, постарайтесь не забывать этот пароль, потому что без него попасть в административную панель будет проблемно. Я буду администратором своего сайта и заполню соответственное поле. Теперь мне нужно понять, выбрать, что мне нужен интернет-магазин, ну а также вы можете загрузить из marketplace, да, если копия зарегистрирована, то можно получить доступ ко всем решениям, готовым из marketplace и сразу установить какой-то из них. Я буду выбирать наш стандартный интернет-магазин, здесь можно выбрать различные темы, цветовые гаммы, которые больше подходят к вашему фирменному стилю, здесь их несколько, но в принципе достаточно. Ну и какие-то первичные данные, да, которые, естественно, каждому магазину присущи. То есть тут нужно выбрать название, загрузить логотип. Обратите внимание, что здесь два формата логотипа. Это стандартный размер и размер для устройств с высоким разрешением, то есть для ретина дисплеев Mac или iPhone и для, ну вообще для всех дисплеев высокой четкости. Сюда загружается логотип чуть большего размера. Рекомендуемые размеры здесь указаны, обратите на это внимание. То же самое касается логотипов инверсных, то есть инверсированных, для использования на темном фоне. И по сути перед установкой вам хорошо бы подготовить вот эти четыре логотипа и сюда их загрузить. Естественно, телефоны, время работы, какие-то метаданные первичные. Вот здесь ставится галочка установки модуля мобильного приложения. Если вы планируете в будущем выпускать мобильное приложение для магазина или хотите попробовать, что это такое, эту галочку лучше оставить. Так, включение складского учета и, собственно, как будет выбираться эта функция, как будут списываться заказы. Здесь выбор локализации, то есть мы определяем, в какой стороне мы находимся, для того, чтобы правильно работали и реквизиты, и службы доставки и так далее. Нужно обязательно локализацию указать для первой установки. Типы плательщиков. Обычно юридические лица в магазине покупают. Я сейчас пока сниму эту галочку. Возможности по оплатам и доставкам. Это стандартные, которые должны использоваться. Я вот обычно не использую квитанцию Сбербанка. Мы сейчас пока уберем. Наложенные плательщи тоже можно не использовать. То есть способы доставки, например, можно подключить почту России, которые могут использоваться сразу по умолчанию при установке. И то есть они будут преднастроены прямо на запуске. Ну и местоположения, которые нужно загрузить. У меня Россия, страны СНГ. Мы эти все местоположения для оформления заказов все загрузим. В принципе, на текущий момент сама платформа уже развернута. Сейчас происходит лишь настройка и занесение этих данных, которые мы сейчас указали. Да, генерация демонстрационного каталога. И наш сайт будет готов к работе буквально через несколько секунд. Напомню пока, что для того, чтобы получить у себя на компьютере, это можно использовать в пробанной версии или виртуальную машину. А данное мероприятие, то есть сегодняшний вебинар, тут периодически спрашивают, где смотреть запись. Да, это будет в разделе мероприятия, вебинары. Вот надо переключиться на архив, потому что это будет уже архивный вебинар. И вот он есть 9 июня. Именно на этой страничке будет размещен видео, вставлен плеер YouTube, в котором будет видео этого вебинара. То же самое могу сказать о том, что вы сможете увидеть это видео на нашем канале 1SBitrix в YouTube. Если на него подпишетесь, будете получать уведомления о новых появлении видео. И, безусловно, мы всем участникам обязательно в порядке отправим ссылку на это видео. Ну что ж, интернет-магазин у нас установился. И, кликнув «Перейти на сайт», мы завершим работу мастера. И, собственно говоря, увидим с вами готовый интернет-магазин, который запустился, установился со всеми своими эффектами, фишками и даже демонстрационным каталогом с возможностью управлять этим магазином. Собственно говоря, на этом установка платформы завершена. Что бы я рекомендовал делать сразу же, это обновлять платформу, то есть заходить в администрирование и раздел Marketplace и, соответственно, в обновление платформы ее там обновить. Так, я насколько вижу сейчас... Да, похоже, что у вас отключилась на данный момент картинка. Да, 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 я вижу сейчас одну секундочку. Сейчас мы это дело исправим. Это на моей стороне. Буквально 10 секунд, и мы все вернем. Так, вот сейчас должна картинка появиться. Да, вижу, что звук есть, изображение появилось. Все, должно сейчас все вернуться. Напишите, пожалуйста, плюсик, что все в порядке. Да, спасибо большое. Согласен, что огонь, что все работает. Значит так, у нас с вами будет... Система обновлений требует несколько операций, подтверждение с лицензионного соглашения и регистрация продукта. В случае, если используется демо-версия, это не потребуется, но самое важное, и для тех, кто будет, в принципе, работать с платформой, да, даже если это новая платформа, обязательно обратите внимание, чтобы система обновлений ничего не требовала, да, то есть не требовала каких-то ваших действий. Я сейчас запущу, собственно говоря, установку обновлений для того, чтобы мы с вами работали с самой-самой последней версией платформы, потому что по техническим особенностям выпуска дистрибутива сам дистрибутив, который размещен на сайте, да, будет всегда отставать от фактической версии платформы. Да, это там техническая особенность, что мы не можем перевыпускать дистрибутив каждый, там, грубо говоря, каждый день. А обновления в платформе действительно выходят постоянно, и это нормально, что мы, собственно, используем... Система обновлений, она достаточно проста в использовании, и если вы только-только установили платформу, смело запускайте обновление и скачивайте все, скачивайте последнее обновление, чтобы работать с максимально актуальной версией. Пока там устанавливаются обновления, мы с вами походим по сайту, посмотрим, из чего он состоит. Ну, по сути, понятно, что сайт-интернет-магазин со всеми вытекающими из этого вещами, да, то есть это каталог, самый главный каталог, и мы видим, что каталог имеет там основное меню и навигацию по нему, да, есть вот такие выпадающие меню с возможностью показывать какие-то тематические картинки и тематические описания к какому-то конкретному разделу каталога. По каталогу, естественно, есть поиск, поиск такой предиктивный, то есть он угадывает, что вы пытаетесь набрать, и пытается показать вам те товары, покупателю те товары, которые в магазине есть, чтобы не набирать полностью, да, люди обленились, и Яндекс уже давно нас приучил к тому, что набирать поисковый запрос полностью не надо, и, конечно, интернет-магазин тоже должен действовать таким же образом. И, конечно, параметрический фильтр, то есть когда в одном разделе, ну вот у меня сейчас в разделе всего там три товара, да, в демонстрационном, но когда их становится очень много, нужно как-то фильтровать, и для того, чтобы найти нужный подходящий себе товар, мы можем фильтровать его с помощью вот этого параметрического фильтра. Этот фильтр является адаптивным, то есть он сам подстраивается под тот раздел, в котором находится, и если здесь мы с вами видим, там, вот, например, размеры одежды и цвета, которые доступны в этом именно разделе, то если мы перейдем с вами, например, в обувь, то в обуви уже будет размер одежды, да, размер обуви – это там другая, другая линейка размеров, то же самое касается, там, например, цветов, здесь уже другие цвета доступны, и, соответственно, будет в фильтре другие цвета. Это происходит автоматически, не требует каких-то дополнительных действий от администратора интернет-магазина, и он работает с тем, что, собственно, видит сам внутри, то есть он сам определяет, как с этим работать. То есть в футболках мы опять увидим размеры одежды и только доступные в текущем каталоге размеры одежды. Каталог устроен таким образом, что он показывает товары и может демонстрировать различные вот такие лейблы, как новинка, скидки, лидеры продаж или еще какие-то, которые вы захотите использовать на своих товарах, и также в каталоге устроено таким образом, что могут выводиться вот такие дополнительные блоки. Да, это блок лидеров продаж, это вручную вами отмеченные, возможно, товары, или можно показывать, что это товары... Система может автоматически определять, что это товары самые продаваемые из этого раздела, да, это могут быть персонализированные рекомендации, когда начинает работать наш сервис персональных рекомендаций, и для каждого конкретного посетителя определяет его интерес. Есть у нас такая штука, которая умеет подстроиться под каждого посетителя и найти в товаре... вернее, найти в магазине товар наиболее релевантный конкретному покупателю. Так, дальше, что у нас происходит внутри товара, да? Внутри товара у нас с вами эта карточка, у нас пока происходит обновление, появляются уведомления для администратора, естественно, их ведь только администратор, я потом поясню, что это такое и что с этим делать. Значит, в карточке товара у нас с вами полный набор свойств, функций, описаний вообще связанных с этим конкретным товаром, различные картинки, возможность их просмотра, выбор цвета и размера, какие-то, как видите, мы предлагаем здесь подарки со стопроцентной скидкой при покупке этого товара, можно выбрать, естественно, описание, возможность комментировать, подключить свою страничку в Facebook для того, чтобы здесь собирать комментарии о товаре, и это тут же размещалось на вашей страничке в Facebook, опять же, какие-то дополнительные рекомендации, которые здесь могут выполнять функцию апсейла, то есть дополнять текущее предложение какими-то другими, да, или предлагать альтернативу, то есть кроссейл. Тут уже зависит от политики, как вы решите, да, этот модуль настраивается, и вы можете определять, как лучше действовать. Ну и, конечно же, все это можно, все этот товар можно купить и оформить заказ. Так, смотрю вопрос, секундочку, вижу, как в карточке товар разделять свойства, об этом сейчас поговорим, это из-за длинки делается. Собственно говоря, корзина, да, тоже полноценный инструмент работы с товарами, положенными в корзину, изменение там размеров, ой, измерение количества, можно перевыбрать размер, если вдруг ошиблись, перевыбрать цвет, цвет, если цвет, соответственно, не тот оказался, да, есть вопросы, можно отложить товары, чтобы они лежали как бы отложенными в корзине, да, но не оформлялись в текучем заказе, они останутся у клиента в этих отложенных товарах. Ну и, соответственно, применить, например, купон, если вы в оффлайн-рекламе решили распространить какие-то купоны на скидку, их здесь можно применить. Ну и, конечно же, оформление заказа – это уже процедура достаточно понятная, мы ее постарались максимально упростить и вывести вот так вот на одной страничке в виде блоков, так скажем, мастер оформления заказа, поскольку мы по умолчанию даем там очень много возможностей по данным, которые указываются при заказе, да, это все можно, естественно, изменить, то есть сократить количество полей, которые используются в заказе и так далее, все это в настройках можно, мы сейчас туда тоже заглянем. Ну вот, как видите, платформа предъявила, что я в магазине уже заказывал, да, потому что я главный администратор, и там есть пара тестовых заказов, которые были от моего имени сделаны якобы. Он сообщает, что в данный момент как бы все окей, есть мое местоположение, куда доставлять, есть уже выбрана доставка какая-то, да, выбраны способы оплаты, и я могу это либо менять, либо не менять. Я могу выбрать, и нажимая кнопочку «Далее», да, буду, собственно, перескакивать по этим полям, не переходя со странички, останется, видите, указать данные о покупателе необходимые, и оформить заказ. Собственно говоря, заказ сформирован, у него, ему присвоен номер, там присвоена оплата, и появился персональный раздел. Если бы я был новым покупателем, у меня бы появился персональный раздел впервые, да, и я бы увидел, что у меня тут есть заказы. Ну вот, есть все мои заказы в персональном разделе, я, собственно, могу с ними тут как-то поработать как клиент, да, могу перейти к оплате, могу попробовать изменить способ оплаты, да, ну, бывает такое, что я передумал, не хочу платить карты как-то иначе, или не хочу наличными, наоборот, картой, все это можно сделать. Можно отменить заказ до определенной стадии, да, то есть заказ, который уже отгружен, например, отменить уже нельзя, но в данном случае, видите, даже оплаченный заказ можно отменить. Но, опять же, вы определяете сами в настройках, что можно, что нельзя. Так, посмотрим, что у нас. Да, у нас установлены все обновления, и у нас теперь появилась, теперь наша версия платформы, и будет 17 с чем-то, то есть будет самое современное, и давайте разберемся, что же это за сообщения тут повыскакивали. Такие сообщения появляются, когда в процессе обновлений произошло что-то серьезное. Ну, то есть, например, мы существенно изменили функционал или внутреннюю работу какого-то модуля, и данные, которые в этом модуле хранились, необходимо сконвертировать в новый формат. В частности, у нас там с момента выпуска дистрибутива до там сегодняшних обновлений изменились принципы работы со скидками, и необходимо их сконвертировать. То есть делается все просто. Для администратора дается специальная ссылка, по которой он заходит, и дальше выполняет, просто по мастеру выполняет эту, собственно, конвертацию. Есть более сложные вещи. Вот у нас еще конвертация по email-маркетингу. Сейчас мы ее запустим. Она выполнится тоже очень быстро. Так, в хайлоутблоке пока не нужно. Округление цен, правила округления. Ну, вот здесь добавлен новый функционал, да, и система сообщает о том, что появился функционал округления цен, и для того, чтобы с ним работать, необходимо пойти и настроить правила округления, если необходимо. Также вот какие-то данные указать. После выполнения, собственно, это сообщение можно закрыть. По сути, мы даем максимум информации о том, что нужно сделать, чтобы соответствовать новой версии, чтобы весь функционал, который мы выпустили, у вас хорошо работал. Есть более сложные вещи, как вот, например, с модулем WebMessenger. Даже здесь необходимо выполнить целый запрос, который здесь указан, да, и это может оказаться непростой задачей для простого пользователя. Я рекомендую в этом случае обратиться к вашему разработчику или к специалисту, да, который посмотрит на то, насколько этот запрос тяжелый, и в зависимости от использования этого модуля, да, насколько он может нагрузить систему. Ну, поскольку я этот модуль не использовал и, соответственно, совершенно не нагружен у меня сайт, я могу смело выполнить этот запрос и, в общем, удовлетворить требованиям системы. Но здесь, как вы видите, необходимо, чтобы там была версия еще MySQL. Но на данный момент я сейчас пока не буду все это выполнять. Я спокойно, поскольку у меня демо-версии, это не так важно, я пока закрою эти сообщения, чтобы они нам не мешали. Так, правила округления, к ним еще попробуем вернуться. Собственно, вот, мы обновились, запустились, и у нас с вами платформа самой свежей и новенькой версии. Дальше следующий этап – это первичная настройка интернет-магазина. И прежде чем начать загружать туда товары, прежде чем перейти к настройкам каталога и так далее, необходимо выполнить еще целый ряд проверочных или, по крайней мере, скажем так, контрольных функций. И лучше всего для того, чтобы это сделать, в этом поможет мастер интернет-магазина. Так, секундочку, вижу вопрос. А ссылки для выполнения сквозь запроса нет? Нет, конечно, нет. И я вам даже скажу почему. Потому что это небезопасно. То есть, поскольку это, ну, грубо говоря, рекомендация в выполнении сквозь запроса делается для всех магазинов, которые были выпущены, для всех платформ, которые могут сейчас работать, вернее, которые работают в боевом режиме, запуск этого запроса неподготовленным пользователям, который не знает, что это такое, и может не понимать, к чему это может привести, может привести к простой интернет-магазину. То есть, если магазин активно используется, подобный запрос может приостановить его работу на какое-то время из-за большого количества данных, обработки. Поэтому мы специально не даем возможности вот так в один клик запустить запрос. Он может быть тяжелым и может действительно парализовать на некоторое время интернет-магазин. Именно поэтому я и сейчас говорю, что для того, чтобы... То есть, если магазин работающий, действующий, к этим вещам нужно относиться очень внимательно и осторожно. Ну, выполнять его нужно, и это наша рекомендация. Так, ну что же. Мастер интернет-магазина. Что это такое и как он нам поможет в первичных настройках? На самом деле, на самом деле, это всего лишь чек-лист, по которому мы рекомендуем пройтись после установки. Для того, чтобы привести интернет-магазин, скажем так, в рабочее состояние. Ну, по сути, он на самом деле уже работает. То есть, вы видите прекрасно, что у нас есть вот сам сайт, товары, каталоги и так далее. Но ряд первичных настроек, которые необходимы выполнить, здесь все-таки есть. И мы можем двигаться прямо по этому чек-листу и по пунктам. Вот этот общий прогресс, да, шкала выполнения настроек будет нам сообщать, все ли мы сделали или нет. Как работает этот мастер, мы, естественно, по всем ссылочкам не пройдемся, но пройдемся по основным, которые нам будут нужны. Например, используемые валюты. Что происходит? Система отправляет нас в соответствующий раздел, да, это настройки магазина, валюты, список валют. Вот здесь мы видим все валюты, которые занесены по умолчанию в систему. Тут есть курсы, которые там взяты на момент установки. И все, что нужно сделать, это определиться, да, какие валюты мы используем и какая валюта используется по умолчанию. Да, по умолчанию для России мастер установки установил рубль, да, и, соответственно, это наша валюта по умолчанию, от нее будут отсчитываться все остальные. Это базовая валюта, да, и если мы с этим согласны, и нам не нужно вносить какие-то коррективы, то смело отмечаем, что задание выполнено. После этого мы можем вернуться к мастеру и увидеть, что эта галочка закрыта. Дальше мы идем в единицы измерений. То есть, грубо говоря, дальше нужно определиться, чем, собственно, торгует магазин. Если он торгует в штуках, то здесь такая единица измерений есть. Вот она, и она стоит как единица измерений по умолчанию. Есть условные обозначения и так далее. Если вдруг магазин в основном торгует какими-то другими, в другом формате, да, в метрах, литрах, граммах, килограммах или чем-то еще, можно запустить мастер добавления новой единицы измерения из классификатора, да, то есть можно выбирать, какие классификаторы использовать и какие единицы мы хотим продавать, да, и какие единицы хотим добавлять. Здесь это все по классификатору уже прописано. Ну, просто выделяем и, собственно говоря, жмем кнопку «Добавить». На текущий момент мне не требуется установка дополнительных, да, поскольку у меня магазин одежды, он торгует в штуках. Я спокойно говорю, что задание выполнено, убедился, что все в порядке. И возвращаюсь к мастерам. Вот, например, типы платильщиков, да, то есть то, что мы настроили изначально, то есть в самом начале запуска я указал, что у меня тип платильщиков только один, это физическое лицо, мы можем зайти и посмотреть настройки, убедиться, что все названо так, как нужно, и никаких дополнительных типов платильщиков нам не нужно. Это означает, что я опять же отмечаю, задание выполнено. Так, в принципе, мы и пойдем по всему мастеру, но будем обращать внимание на важные ключевые вещи. В частности, на мой взгляд, очень важно для себя решить, какие будут статусы заказов в вашем интернет-магазине. По умолчанию у нас три статуса заказа. Это выполнен, принято, ожидается, оплачен, формируется к отправке. Это системные статусы, то есть, собственно говоря, вот статус N, да, это принято, ожидается оплата, это тот статус, который, появляется у заказа в момент его появления в системе. Следующий статус оплачен, формируется к отправке и выполнен. Между ними может быть любое количество статусов, которые вы захотите сделать. Как работать со статусами? Опять же, новый статус, и у нас с вами есть простая форма, в которой мы, собственно говоря, заполняем и определяем, что это такое. Если непонятно, если по какой-то причине вы не поняли, что же сделать, да, как это настроить, что про что, есть кнопка документация. Эта кнопка здесь доступна в блоке мастера, и мы можем ее запустить, в смысле нажать, и что мы увидим? Мы увидим, что система загрузила нам из поддержки, собственно, объяснение, где мы находимся, да, и можем перейти в соответствующий раздел документации про статусы заказов. Это учебный курс администратора интернет-магазина. Здесь прямо видно, что администратор редакции бизнес. И здесь мы видим полное описание, в том числе основных статусов, в том числе, как создаются статусы, что означают те или иные поля. Здесь все расписано, как параметры и так далее, как с этим работать. Можно, собственно говоря, переходить по дальнейшим урокам, да, перескакивать и находить информацию о том, что нам, собственно, нужно. Что бы я рекомендовал сделать вот при настройке статусов? Это разукрасить. Вот у нас есть основной статус, мы можем в него попасть, и сейчас цвет статуса не выбран. Это у нас статус принято, ожидается оплата. Да, я бы разукрасил его рыженьким. Оплачен формируется к отправке. Это еще более важный статус. Мы его сохраним красненьким, чтобы, не дай бог, никто не упускал. О, на английском языке нет. Сейчас мы так сделаем. И последний у нас с вами выполнен. То есть статус заказа, который... С ним все в порядке, я его помечу зелененьким, на него можно не обращать внимания. Зачем это нужно, мы с вами выйдем в списке заказов. На самом деле цвета бывают очень полезны для ориентации в списке заказов. Собственно говоря, завершаем это задание, возвращаемся к мастеру и идем дальше. Этот пункт нужен, если вы при установке вдруг не указали, не выбрали свой именно телефон или не прописали иконочки соцсетей, то есть вот эти вот кнопочки, которые у нас используются в соцсетях, они при установке, их можно установить. А если вы этого не сделали при установке, вот этот пункт для вас. Вы в него зайдете и сможете эти варианты исправить. Мы же пойдем дальше. У нас есть типы цен, и я оставляю одну розничную цену, мне ее достаточно. Для редакции бизнеса можно использовать несколько типов цен. Для разных случаев бывают оптовые покупатели или розничные и так далее. То есть тут целый набор может быть. Проверка реквизитов интернет-магазина. Что входит в профиль покупателя? То есть это тоже то, к чему стоит посмотреть. Мы видим с вами список покупателей, и мы можем посмотреть, какой, собственно говоря, его профиль, то есть что хранится в самом пользователе по этим данным, по каждому нашему покупателю. Управление складами. Ну, сейчас я туда тоже пока не пойду. Мы с вами лучше передвинемся к наиболее важному востребованной части. Это управление товарами. Это ту тему, которую нам сегодня еще следует обязательно раскрыть. И у нас с вами есть несколько способов работы с товарами, с товарным каталогом. Ну, первый самый, наверное, не знаю, удобный или неудобный, но как минимум доступный способ – это работа с товарами вручную. То есть мы с вами определяем, можем вручную заносить, редактировать и управлять каждым отдельным товаром, его свойствами, его характеристиками и так далее. Собственно говоря, я вот сюда сейчас перешел по мастеру и оказался в каталоге интернет-магазина. То есть я в магазине список товаров. И вот, собственно говоря, мой список товаров, где есть уровни, да, то есть это разделы каталога, где есть сами товары, есть страничник управления, то есть я могу там ходить по нескольким страницам, потому что товаров достаточно много. И что хотел показать здесь с точки зрения работы вот с этой табличной формой, да, это табличная форма, она у нас так позиционируется, она может быть настроена. И я рекомендую вот при первичных настройках интернет-магазина для себя понять, какие же данные в этой табличной форме вам нужны. Вот есть шестеренка и пункт настроить. И здесь мы с вами определяем, какие колонки таблицы будут выводиться в эту таблицу. Ну вот я, например, на текущем этапе не хочу выводить количество подписок, но, например, может быть интересно, например, количество показов или картинка для анонса, то есть чтобы мы видели, да, как выглядит этот товар. Мы можем менять местоположение полей, да, чтобы было проще ориентироваться. Ну вот, например, картинку я поставил бы сразу после типа. Активная сортировка, редко используется сортировка, я ее сейчас уберу, айдишник товара, очень часто бывает нужен, чтобы ориентироваться. И если вы единственный администратор и хотите эти настройки сохранить для всех пользователей и администраторов, которые в дальнейшем с магазином будут работать, можем поставить эту галочку, эти данные, эти настройки сохранятся для всех, кто будет в качестве администратора работать с этим интерфейсом. Ну вот, собственно говоря, как изменилось, да, мы видим, что у нас появились картинки, в данном случае для папок. Мы видим, что у нас айдишник здесь появился, количество показов пока у нас с вами здесь по нолям. Никто не смотрит наши товары. Хотя вот эту футболку я с вами смотрел, да, и вот у нее уже проставлен один показ. Что мы видим внутри товара? Внутри товара мы, собственно, видим описание самого товара, да, вот различные, так сказать, окошки, которые выводятся в товаре. Сейчас мы какой-нибудь товар откроем, чтобы было видно. Вот эти вот блоки, да, с доставкой или с какими-то брендами, с краткой информацией, они выбираются вот здесь. Мы можем выставлять различные свойства, да, то есть это настройки по умолчанию, которые можно использовать. Вот артикул, загружены картинки галереи для использования для этого товара. Ну и, собственно говоря, какие-то дополнительные, можно выставлять рекомендации и так далее. На самом деле, для того, чтобы работать со свойствами этого товара, и поскольку это у нас одежда, и одежда состоит из торговых предложений, то есть, грубо говоря, у нас есть один общий товар, продаются так называемые торговые предложения. Вот мы с вами видим набор этих торговых предложений. Сейчас мы видим, не очень понятно, чем отличающиеся товары, да, но это настройка по умолчанию, поэтому, опять же, я рекомендую пойти в настройку. Во-первых, вывести такие данные, как цвет, размеры, чтобы понимать, что это такое, да, и чем оно отличается, и желательно еще вывести цену. В этом случае мы с вами в этой таблице сразу увидим и поймем, что же, собственно говоря, происходит. Это разные товары. Они, как видите, разные по размерам, да, то есть у нас есть платье, и у платья есть пять размеров. Цена у всех одинаковая, доступное количество, вот, собственно, мы видим, что у нас по сто штук каждого осталось, и можем уже с этим работать. Если перейдем в соответствующее торговое предложение, у нас откроется форма работы именно с этим торговым предложением. Здесь настройки размеров, соответственно, настройки торгового каталога, то есть цена указанная, применяется ли налог и так далее. И в данном случае у меня это предложение идет как набор, да, это что у нас, ночная жизнь, да. Давайте откроем это платье и увидим, что такое набор. Вот оно, это платье. Мы видим, что его можно купить в составе набора. Именно это платье, как видите, в комплекте с ремнем, нижним бельем и туфлями. Не знаю, насколько это все сочетается, я тут небольшой специалист по моде, но, как видите, набор купить на 130 рублей выгоднее, да, то есть по отдельности это 9500, а в стоимости набора это 120. Такой так называемый upsell в формате наборов. Не купить это можно. Можно, кстати, отказаться от какого-то из решений, да, и добавить в набор, то есть мы можем тут варьировать, если бы мы в набор добавили больше вариаций, да, несколько ремней, несколько туфель, несколько нижнего белья, можно покупать или мог бы здесь варьировать для себя этот набор и выбирать то, что ему по вкусу, то, что, по его мнению, больше сочетается с платьем и, соответственно, получить на это определенную общую скидку. Ну, в данном случае 130 рублей практически. В нашем случае это может быть, в вашем случае это может быть, конечно, больше. Вот, собственно говоря, сюда можно добавлять другие товары, да, то есть мы можем сюда добавить еще несколько товаров, и они будут доступны для выбора в каталоге уже клиенту. Собственно, это торговое предложение, и с каждым из них можно работать. Это мы с вами обзор такой прошли, пробежались, как же, собственно, что происходит с товарами. Да, естественно, все свойства, такие как размер, цвета, они выставляются вот здесь, да, то есть мы здесь видим, вот он цвет и выбор вариантов, вот он размер и выбор размеров, вот одежда, да, но обувь не установлена, потому что это платье для одежды установлено. Могут быть загружены дополнительные картинки. То есть в данный момент у меня как устроено этот товар? В основном товаре у меня загружены картинки, да, поскольку они не меняются для всех вариантов размеров, да, цвет у меня один, поэтому картинка не меняется. И, естественно, они загружены в основной товар. Если мы загрузим картинки в торговое предложение, то есть вот в эту часть загрузим какие-то картинки, например, цвета у нас изменяются, да, и, соответственно, для торгового предложения нужно показывать другую картинку, чтобы клиенту было понятно, что поменялось, то их нужно загружать сюда, для цвета черный, или для другого цвета, да, загрузить картинки. Таким образом они будут отображаться на сайте. Если же мы хотим создать товар вручную, да, то есть здесь нужно говорить о каком-то мастере. Так, про карточку продукта расскажите. Не понимаю про анонс, что это. Хорошо, расскажу. Значит, анонс и подробно – это два варианта техники. То есть они довольно-таки, ну, то есть это стандартная функция нашего каталога. Для каждого элемента каталога выводить анонсы и подробное описание. В интернет-магазине как может быть использован анонс и описание? Анонс используется на странице со списком товаров, да, то есть там, где выводится много товаров. Ну, в данный момент мы сейчас анонс не выводим. Большинство наших клиентов не используют анонсы в предварительном просмотре, да, в списке товаров. Вы можете его вывести и, собственно говоря, использовать. Подробно, да, в подробно мы выводим, собственно говоря, оба этих текста. Вот они здесь выведены в описании. То есть это вот раздел подробно. Вот он. Вот этот текст, он здесь представлен в виде, как вы видите, даже с некоторым HTML-форматированием, чтобы увидеть, как это выглядит в реальности. Можем переключать в визуальный редактор и увидим в точности так, как это выглядит на сайте, собственно говоря. Вот все, что выделено со списком, выделено жирно, мы здесь это видим. И, соответственно, в случае, если нету картинки для анонса, да, у нас используются картинки только основные, вот это и вот это. И система сама определяет, какие картинки загружены и, соответственно, показывает их либо подробно, либо, соответственно, в списке. То есть это стандартная функция системы, которую вы можете использовать для того, чтобы, например, выводить здесь дополнительный текст. Помимо названия, да, выводите здесь какой-то дополнительный текст под каждым товаром. Это будет анонс. Ну, соответственно, это будет подробно, то, что показывается в карточке товара. Мы про SEO еще с вами поговорим обязательно. Сейчас я хочу пройти с вами мастер создания нового товара и генератор предложений. Как это будет выглядеть? То есть если вы, допустим, решили создать новый товар и... Новый товар и занести к нему ряд торговых предложений. Да, вижу ваши вопросы. Сейчас мы... Спасибо, что задаете. Сейчас я на них отвечу, конечно. Значит, создаем новый товар. И у нас есть два пути. Мы можем создать его прямо с нуля. Вот создать товар. Это обычный товар. Если у нас стоит задача создать товар с предложениями, да, то есть как в моем случае, то надо выбрать соответствующий тип вот здесь. Товар с торговым предложением. Мы можем создавать наборы и комплекты. Еще это разные типы товаров. Ну, набор мы с вами видели, а комплект – это почти то же самое, только мы там не даем вариантов выбора клиента. Мы просто говорим, что вот эти два, три, четыре товара продаются только комплектом. Вот такой комплект вы можете размещать, по сути, давая к нему свое описание, прикрепляя к нему товары из вашего каталога. Ну, в нашем случае мы будем создавать товары с торговыми предложениями. И первым делом наша задача – заполнить основную карточку товара, да, то есть то, что это будет. Опять же, я сейчас не буду забивать здесь все поля, чтобы не тратить время, да, на эти вещи. Понятно, что мы можем здесь все это указать, заполнить. Я думаю, что заполнение цены здесь не так важно. Соответственно, анонсы, подробности, загрузка картинки, текст описания. Разделы, к которым будет относиться этот товар, мы тоже можем выбрать. То есть я вот выберу сейчас платье. Можно выбрать несколько разделов, если вы займете клавишу Ctrl или клавишу Command на Mac, да, или Shift, можно с Shift выделить. Вот так вот много разделов. Но я размещу только в платье. Вот. Самое интересное у нас с вами в торговых предложениях. Если у нас стоит задача создать товар с торговыми предложениями, то, в принципе, мы каждое предложение можем вставить вручную, да, просто нажимая кнопку «Добавить». Можем, кстати, с набором добавлять, да, как я показывал вам на своем товаре. А можем запустить генератор торговых предложений. Вот в случае с платьями, как сделано это у меня вот в предыдущем варианте, это будет самый правильный выбор. Потому что я могу буквально за несколько кликов, заполнив один раз форму, создать сразу целый набор торговых предложений. Ну, вот я сейчас выберу название. То есть у меня торговые предложения будут создаваться автоматически. В данном случае я произвел свойства родителей. Это у меня сюда будет вставляться свойство основного товара. В качестве названия будет вставляться название основного товара. Я могу ввести сюда какие-то дополнительные характеристики, выбрать единицы измерения, там, что у меня происходит с налогом. Ну, и, собственно говоря, ввести какую-то цену. В данном случае базовая. Если другие типы цен используются, соответственно, вы сможете использовать это несколько типов цен. А дальше нам нужно с вами выбрать, как, собственно, чем различаются наши товары, торговые предложения. Да, они различаются цветом, могут различаться размером обуви, размером одежды. То есть у меня сейчас в магазине заведено три свойства, по которым могут отличаться торговые предложения. Значит, я могу выбрать несколько, вот, наверное, таких платьев не бывает, да, XXL, но, допустим. И, естественно, выбрать несколько цветов. То есть вот мне поступили платья вот с такими наборами цветов и такими размерами. После этого я могу сюда прикрепить изображение, да, то есть если у меня отличаются цвета, то я, соответственно, выбираю, какие типы изображений мне нужно, да, и, соответственно, для каких цветов и каких размеров. Да, вот для фиолетового цвета мне нужно столько-то. Для всех размеров такие-то. Я, собственно говоря, добавляю для коричневого, да, и загружу сюда картинки для всех цветов. После нажатия кнопки «Генерировать» система автоматом создаст нужное количество торговых предложений. То есть прям целый ряд торговых предложений, которые, как видите, отличаются по размерам и цветам. В итоге у меня их тут получилось 30 штук. В один клик, грубо говоря, в одним мастером я создал целый набор этих предложений. Вот, собственно говоря, таким образом работает вручную, да, ручное добавление товара. Сейчас посмотрю на вопросы, как делать под каталог и более разветвленную структуру. Хорошо, сейчас объясню. Картинка автоматически меняется, размер картинки. Да, и я покажу, как это настраивается. Значит, чтобы создавать разветвленную структуру, в списке товаров, да, я могу нажать кнопку «Добавить раздел». И, соответственно, у меня запустится мастер добавления раздела. Я должен указать название, я должен указать родительский уровень, да, это раздел первого уровня или он будет входить в какие-нибудь там туфли, да, и, собственно говоря, в описание и загрузить сюда могу различные дополнительные свойства. В частности, вот это вот свойство, это свойство добавления картинки к разделу. Вот эта вот боковая картинка, которая в большом-большом формате загружена, да, и вы ее видите на фоне, это и есть вот эта вот самая картинка раздела. Она загружается вот здесь. Здесь вы можете определить, какие свойства будут у элемента каталогов, да, то есть по умолчанию есть целый набор основных свойств всех, и они здесь уже не подлежат корректировке, а также вы можете добавлять различные дополнительные свойства торговых предложений. Вы можете добавить и сюда, и сюда еще дополнительные свойства, которые будут присущи и влиять только на этот раздел каталога. То есть, допустим, у вас в именно этом разделе какие-то определенные свойства товаров должны выводиться, и вы можете использовать для этого какие-то дополнительные свойства. Можно свойства создавать прямо отсюда, то есть если выберу создать и нажму кнопку добавить, у нее запустится мастер создания свойств. Ну и, соответственно, для торговых предложений то же самое. Я тут определяю, что показывать в умном фильтре, что нет, какие свойства должны выводиться, и еще дополнительно создать свойства тоже, опять же, можно. Раздел первого уровня. Собственно говоря, при создании раздела вы просто выбираете верхний уровень. Собственно, это будет раздел первого уровня. Ознакомиться со структурой разделов в магазине. Вот можно в разделе разделы, и вы увидите здесь только разделы без товаров. И вы здесь можете посмотреть все свое дерево, которое у нас получается в нашей структуре интернет-магазина со всеми каталогами, подкаталогами и так далее. Так, что еще обещал посмотреть? А, изменение картинки. Вот если мы с вами заглянем в настройки инфоблоков, сейчас, секундочку, это вот здесь в контенте, если вам нужно загружать картинки, чтобы они менялись, то для полей картинка анонса и картинка описания можно указывать соответствующие параметры. То есть прям говорить уменьшать и насколько уменьшать, и максимальную ширину выбирать. Но также это для картинок, которые в стандартных полях используются. Если вы загружаете в список товаров просто в картинке, то мы здесь предусмотрели еще более, на мой взгляд, удобный вариант. Это мастер работы с картинками. Если я с вами выберу какую-нибудь картинку... Не уверен, что у меня есть что-то подходящее. Сейчас попробую найти какую-нибудь... Ну вот, например. То ее я могу отредактировать прямо здесь. У меня есть соответствующая кнопка. И здесь есть функция уменьшения и увеличения размеров, кадрирования под определенные стандарты. И эту функцию можно... Здесь можно сохранить пресеты для своих размеров картинок. Например, вы решили выбрать, что у вас должно быть картинка не 200 на 200, а определенных размеров. И добавить себе такой пресет вот сюда. И буквально в два клика каждую загруженную картинку вы будете подгонять под нужные размеры. Здесь можно масштабировать их, соответственно, изменять, менять пропорции, добавлять различные описания и так далее. В том числе различные режимы обработки можно использовать. В том числе повороты и так далее. У нас тут микроредактор такой встроен. Микроредактор с пресетами. И вы сможете быстро подгонять загруженные картинки прямо пачками. Так, как добавить генератор в зависимости от цены? От цены в генератор... Хороший вопрос. Я вот так сходу даже не знаю. Здесь это разные цены. Возможно, на текущий момент от цены только после генерации. Только после генерации можно поменять цены для каждого конкретного предложения. Слушайте, хорошего вопроса дали я сейчас себе помечу. Передам его нашим разработчикам, чтобы, может быть, предусмотрели, или, по крайней мере, рассмотрели возможность такой функции. Так, ну что же. Так, 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 так. Имеется ли синтонизация 1С в бизнес UT10.3 через модули обмена? Так, у вас довольно-таки детальный вопрос. Сейчас разобрать. Значит так, у нас через модуль обмена выгружаю товары и настраиваю торговое предложение на стороне Bittrex. При следующем выгрузке товаров торговое предложение сбросится. Боюсь, что не смогу вам компетентно ответить на этот вопрос. По идее, не должны. То есть мы точно не... Во-первых, в настройках обмена указывается, что делать с товарами, которые не существуют. По-хорошему, нужно иметь все-таки какую-то идентичность в двух системах. То есть на сайте и в управлении торговлей нужно иметь какую-то идентичность. То есть у вас точно должны быть и там, и там одни и те же товары. И как это сделать, чтобы было удобно? Ну, поскольку у нас обмен может быть двухсторонним, вы можете загрузить из 1С все товары, настроить их здесь, завести для них картинки, описание торгового предложения и так далее, а потом синхронизировать это обратно в 1С. Ну, здесь такая возможность есть, да, и в модуле обмена, и в платформах, в обоях. Поэтому попробуйте рассмотреть такой вариант, посоветуйтесь либо с нашей техподдержкой, либо со специалистом по 1С с обменом, да, насколько это рабочий... подойдет ли вам такой вариант использования. Так, можно ли убрать наследование свойств в фильтре, если оно не требуется, в нижележащих разделах, а в вышестоящих требуется? Хороший вопрос. Я вот так даже сходу сейчас, наверное, прямо ответа на него не знаю. Давайте посмотрим, может быть, самостоятельно. Вот, допустим, у нас с вами есть раздел туфли. Или нет, вот так в обуви. Как минимум для свойств... Да, здесь у нас наследуются, наследуются, наследуются напрямую. Все из основного раздела. Если я здесь добавлю свойства, то оно тоже будет наследоваться дальше. Да, скорее всего, будут наследоваться. Можно ли это убирать? Лучше спросить у техпотешки. Они, наверное, подскажут, какой здесь может быть выход. Что создаем изначально в каталоге? Раздел или товар? Слева направо идет сначала создать товар. На самом деле это неважно. То есть вы можете создавать и так, и так. Выберите для себя подходящее для вас решение. Потому что, на мой взгляд, логичнее, конечно, сначала создавать раздел, а потом товары в нем. Но если у вас раздела нет, а вы товары насоздавали, ничто вам не помешает, например, вот так вот выделить все созданные товары для этого раздела и применить к ним какое-то действие. В частности, либо групповое редактирование, либо есть еще такая функция, как действие перенести в раздел. И вы сможете выбрать, в какой раздел нужно перенести эту группу товаров. То есть, как видите, теоретически можно двигаться и так, и этак. Почему создать товар на первом месте? Потому что это наиболее часто используемая функция. То есть разделы создают сильно реже, чем товары. Поэтому кнопка «Создать товар» находится на первом месте. Можно ли одну картинку назначить группе товаров за один раз? Только при групповом редактировании. То есть, если вывести сюда в настройку эту картинку... Сейчас, где у меня картинки? Вот картинки галереи. Если я их выведу сюда в таблицу и запущу групповое редактирование, то есть я увижу здесь у меня эти картинки и запущу групповое редактирование, в этом случае я могу выбрать для каждого вот так вот быстро эту картинку, загрузить. Либо при генерации СКУ, опять же, если это будет торговое предложение, там, как я уже показывал, можно будет это сделать. Можно ли запустить шесть интернет-магазинов, но с администрированными в одной панели управления? Да, конечно, можно. Наша платформа многосайтовая и поддерживает такую функцию, как множество интернет-магазинов и множество разных сайтов с единой панелью управления. Единственное, что надо обратить внимание на лицензионную политику, то есть при создании, то есть по умолчанию в платформу включена возможность создания двух сайтов, и это в настройках совершенно четко, совершенно видно четко, сколько у нас с вами сайтов. Вот здесь в разделе сайты, список сайтов. Мы видим, что у нас тут один сайт сейчас добавлен. То есть вы можете добавлять столько сайтов, сколько хотите, но система не будет работать должным образом, если не соответствует лицензии. То есть саму лицензию надо будет расширять для запуска шести интернет-магазинов. То есть вам нужно будет докупить еще четыре дополнительных сайта для вашей редакции. На сайте 1SBitrix в разделе «Купить» есть соответствующие позиции расширения лицензии на дополнительный сайт. И, пожалуйста, четыре докупите. У вас будет в общей сложности возможность создавать шесть магазинов. Если хотите больше, соответственно, докупаете и расширяете лицензию и работаете больше. Так, что же, у нас с вами еще несколько осталось тем, которые нужно рассмотреть, а время уже поджимает, поэтому пойдем чуточку быстрее. Значит, что важно по каталогу еще? Если мы с вами товары создали, с товарами работаем, и понятно, как, собственно говоря, это выглядит, то мы с вами рассмотрели генератор SEO, так называемый. Что есть генератор SEO? Это система, которая будет генерировать метатеги. Метатеги и подписи к картинкам для всех элементов каталога. Причем делать это автоматически. Вот я сейчас зашел в конкретный товар в, собственно говоря, платье «Ночная жизнь» и вижу, что у меня для этого товара наследуются и автоматически генерируются следующие метатеги. У меня есть метатег title, который выводится вот здесь вот вверху. Да, и вот он сгенерировался автоматически, подставилось переменное название текущего товара, и мы видим, как это выглядит на этой странице. Есть ключевые слова, которые, опять же, как вы видите, составлены с помощью различных переменных. То есть есть ключевые слова там «купить», да, и мы видим, что здесь написано «купить», «платье ночная жизнь». Да, то же самое касается описания, ну и так далее, по ценам, бла-бла-бла. То же самое касается description тега, да, он автоматически генерируется, и появляется вот такая функция. Это настраивается для всего магазина или для каждого раздела, или для каждого товара, может быть настроено индивидуально, или вот так вот сгенерировано автоматом. В чем плюс? В том, что вы можете один раз настроить для каждого раздела. Обычно это нужно для каждого раздела. Вот эти метатеги, вот здесь в разделе SEO, соответственно, для всех товаров этого раздела будет автоматически применяться генерация метатегов по этому правилу. Внутри раздела для отдельного товара, если вы занимаетесь продвижением какого-то отдельного товара, и сейчас нужно уделить ему внимание, можно отдельно, индивидуально прописать какие-то вещи и такие изменения ввести. То же самое касается, ну вот, это самого раздела и папок его, это самих элементов, которые внутри будут создаваться, то есть в данном случае вот каталог и сами штаны, да, и для изображений возможно прописывать альтернативные тексты, наименования. То же самое касается картинок, анонсов, элементов и так далее. При этом у вас есть возможность, опять же, индивидуально настраивать и целый набор различных переменных, которые уже доступны в системе. То есть здесь могут быть данные из полей инфоблока, какие-то дополнительные переменные и так далее. То же самое касается для элементов. Сейчас если здесь включить индивидуальную настройку, то здесь появятся и цены, и названия, и свойства этого элемента с описаниями и так далее. То есть для своего товара, для своего каталога вы можете один раз или несколько раз настроить шаблон генератора, и для каждого товара уникально будет создаваться таким образом по шаблону метатеги, тем самым сделает разнообразным ваш каталог с точки зрения метатегирования и подхода к SEO-продвижению. И, пожалуй, еще один момент, который нам нужно посмотреть, это импорт данных. То есть у нас с вами есть несколько способов импортировать каталог. Первый, самый часто используемый способ, наверное, на наш взгляд, это интеграция с внутренней учетной системой, но интеграцию с 1С в рамках сегодняшнего вебинара, ну, просто технически невозможно продемонстрировать, на этого не хватит никакого времени. Поэтому сейчас я вас сориентирую, что же с этим делать, как устранить, так сказать, где найти ликбез по установке и по настройке интеграции с 1С. Для этого мы, собственно, идем, опять же, на наш сайт, в раздел мероприятия, выбираем вебинары и архивы, да, и здесь просто по названию можно найти соответствующий вебинар, который будет называться «Интеграция магазина с 1С». Его ведут мои коллеги, в том числе разработчики модуля интеграции и наш главный продукт-менеджер, руководитель продуктового отдела, который занимается, отвечает вообще за развитие продукта, и это очень полезный и построенный на кейсах и конкретных фичах вебинар, да, с тем, собственно говоря, как подключить, как настроить, где взять модуль, как его установить и так далее, и так далее. Очень подробно коллеги рассматривают. Таких вебинаров у нас в записи уже, наверное, с десяток, и в каждом есть свои особенности. Если вы там хотите самостоятельно или вас интересуют различные функции и способы интеграции, какие-то нюансы, обратить на них внимание, посмотреть записи, они все приложены вот так вот в виде YouTube-роликов, и там можно на это смотреть. Так, это по интеграции с 1С. Есть еще способ импорта. Бывает, что на старте нет 1С, и нужно создать каталог внутри, и все, что есть, это прайс-лист от поставщика или нескольких поставщиков, и нужно этот импорт сделать из Excel. Есть регулярный импорт. Вот это страница настройки регулярного импорта. Если у вас есть возможность регулярно подкладывать CSV-файл на сайт, и чтобы система автоматически разбирала его и обновляла каталог, да, такие штуки бывают, действительно, подкладывается периодически обновленный Excel-ник, CSV-формат, и сайт автоматически его смотрит и по определенному расписанию импортирует на сайт, обновляя каталог. Есть способ импортировать данные разово. Если мы с вами перейдем в закладочку импорт CSV, то мы с вами увидим просто формулу загрузки файла CSV, и сможем его туда загрузить в файл. В каком формате должен быть файл? Проще всего это понять, выгрузив такой файл. Вот у меня есть демокаталог, и я могу взять и выгрузить этот каталог просто в CSV-формат, да, собственно говоря, определить, какие именно поля и колонки мне нужно выгрузить, и, собственно, выгрузить. Таким образом я получу файлик эксельный, в котором, собственно говоря, будет примерный вид, вот он, этот файл, примерный вид моего каталога в CSV-формате. Это примерно тот вид, в который нужно привести свой каталог при, собственно говоря, загрузке внутрь. Это самая, наверное, такая простая и правильная возможность это сделать, чтобы понять, в каком формате. Ну, а в дальнейшем, собственно говоря, перейти уже в импорт и загрузить туда свой файл, определив, в какой каталог это нужно сделать, прикрепить этот файлик. В дальнейшем нужно будет определить, что с форматом там все в порядке, и что еще сделать, так это определить соответствие полей. То есть тот эксель-файл, который вы загружаете, вы можете переопределить соответствие полей, то есть понять, какое поле, в какое поле товара будет сохранено. Таким образом, получите точное соответствие именно так, как вам необходимо тех товаров и тех полей, которые находятся в колонках Excel, да, в те поля, которые будут у вас в интернет-магазине. И таким образом вы можете разово загрузить свой прайс-лист, например, поставщика, и в дальнейшем уже в ручном режиме откорректировать его на сайте, да, загрузить картинки, прописать описание, убедиться, что с SEO все в порядке, и выгрузить его, например, в 1С, чтобы в дальнейшем уже вести учет товаров оттуда. И это, собственно, возможности для импорта товаров, разового импорта из Excel-формата. В общем, мне кажется, что основные вещи я тут рассказал, кроме, пожалуй, мы по мастеру еще не дошли до настроек платежных систем и служб доставки. Сюда мы, безусловно, заглянем. Как видите, мастер у нас на 8% только выполнен, да, но в рамках вебинара я, естественно, по всем пунктам проходиться не могу. Надеюсь, что основные принципы с этой точки зрения я вам показал. Так, сейчас пока не перешли к оплатам, давайте посмотрим вопросы. Так, 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 про 6 магазинов я уже сказал. Так, про цены ОК проговорили. Нужно добавить фильтр в списке СКУ для удобного редактирования. А, фильтр в списке СКУ. Да, возможно, согласен, помечу себя. Спасибо, Андрей. Так, как массово изменить количество и цены в торговых предложениях? Как убрать заданное изначально при установке битрикса магазина SEO-параметры, описание ключевые слова? Вот массово убрать параметры, наверное, не получится. При установке лучше сразу указать их правильно, ну или впоследствии редактировать точечно. Грубо говоря, для разделов каталога эти данные, то есть если вы меняете стандартные разделы, да, вы просто удаляете и при создании разделов указываете уже свои параметры SEO, либо для каждого раздела нужно пройти и эти данные изменить. Что касается торговых предложений и цен, у нас с вами в... Так, 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 у нас появилась же новая функция. Изменить цены. Если мы с вами выделим N товаров и запустим мастер изменения цены, то, собственно говоря, мы сможем массово изменить, увеличить или уменьшить цену на определенный тип цен для всех выбранных товаров на определенное значение. Да, либо там установить конкретную цену, ну что редко бывает, либо, собственно говоря, увеличить на какой-то процент и таким образом изменить. Либо, если это у нас торговые предложения, давайте заглянем, если у нас там эта функция должна быть тоже для массовой обработки. Здесь нет, здесь нету. Да, хороший вопрос. Тоже я себе помечу сейчас изменение торговых цен торговых предложений. Ну, сейчас есть возможность вот так вот отредактировать. Я, собственно говоря, запустив редактирование массовое, да, просто поменять цены вот так вот в одном экране для всех торговых предложений. А вот чтобы изменить вот как для торговых предложений, да. Здорово, Андрей, что я вас порадовал про массовые цены. Да, такая штука у нас вышла в 17-й версии уже давно. Здорово, что да, в СКУ прямо надо массовые цены. Согласен, прямо передам и себе пометил. Так, ну что же, поехали по торговым, по платежным системам. Быстренько пройдемся. На самом деле, опять же, мы вживую подключать платежные системы не будем, нет у меня никаких договоров с платежными системами, поэтому мы с вами посмотрим, как это работает. У нас с вами есть основные платежные системы, которые сейчас подключены, к ним загружены даже логотипчики, чтобы на сайте все смотрелось красиво. Да, и вот, например, для банковских карт, если мы хотим обеспечить прием банковских карт, мы можем зайти и, собственно говоря, определить, какой обработчик у нас будет. В умолчании у нас Яндекс.Касса, как самый такой универсальный и распространенный обработчик, но вы можете, на самом деле, выбрать из системных целую кучу. Здесь есть и, ну вот, Ликпей, Пеймастер, PayPal, ну то есть огромное количество разработчиков, ой, разработчиков, обработчиков платежей здесь присутствует. Можно выбрать любой из них и, соответственно, его настроить. Как будет происходить настройка? Ну, вы определяете различные описания, логотипы и так далее. Определяете, что там нужно открывать, например, в новом окне типы, в смысле оплату. И для настройки нам нужны будут идентификаторы вот эти, да, то есть это идентификатор магазина, номер витрины, пароль, который вы получаете при заключении договора с, в данном случае, с Яндексом, с Яндекс.Деньгами, Яндекс.Кассой и так далее. Здесь целый ряд можно выполнять, изменять дополнительные соответствия, да, которые будут отправляться в систему Яндекс или приниматься из системы Яндекс в случае оплаты, да, вы можете управлять для разных типов платильщиков, разные типы настроек могут быть, да, то есть если, ну, платильщики разные, могут быть разные какие-то механизмы. И также вы можете настраивать различные ограничения для этой платежной системы, то есть вы можете определять, в каких случаях платежная система может работать или может не работать, то есть, например, по каким-то, например, ограничения по цене, то есть вы не готовы принимать через карточки, там, больше 100 тысяч рублей, ну, там, к примеру, или через какую-то определенную, там, платежную систему меньше какого-то и так далее. То есть вы можете определять, какие ограничения для этой и платежной системы необходимо применять. Или, например, в некоторых случаях платежную систему нельзя применить, когда выбрана какой-то определенной службы доставки. То есть вот эти зависимости, безусловно, бывает важно выставить. И это делается вот таким образом в платежных системах. То же самое касается службы доставки. Примерно та же история с настройками. Мы, когда переходим в службы доставки, мы с вами, во-первых, их видим, уже предустановленные заранее. Также можем добавлять различные службы доставки, разные типы. То есть здесь есть некоторые, которые встроены по умолчанию. Есть возможность добавлять свои, которые, собственно, будут в зависимости от обработчика. Вот здесь несколько обработчиков, например, вот ПЭК, например, есть. Соответственно, можем их сюда добавлять и запускать свои службы доставки. Вот я, по сути, сделаю, у меня все заработало. Также есть кнопка «Установить из Marketplace», поскольку там еще большой набор различных служб доставки, которые выпустили интеграцию. С ними можно также поработать и подключить уже из Marketplace. В этом случае у вас автоматом появится нужный обработчик, вы сможете создать службу доставки отсюда в полуавтоматическом режиме. Так, 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 да, запись вебинара будет, Яндекс неправильно откроет нам в окне. Оп. Хорошо, спасибо, я передам этот вопрос. Профиль доставки неудобно редактировать? Нет выбора полей и быстрого редактирования? Да, тут я вот, честно говоря, первый раз слышу такое пожелание по поводу быстрого редактирования в профиле доставки. Ну, хорошо, помечь себе, Андрей, еще раз спасибо. Так, 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 как виртуальная касса для налоговой будет настроена? Для этого, во-первых, не виртуальная, но в любом случае физическая. Для этого у нас есть с вами вот такой раздел «Кассы ВКМ». Вот здесь даже есть такая вот инструкция, как, собственно говоря, с этим работать. Но, опять же, по подключению по ФЗ у нас есть отдельный вебинар, который посвящен настройке, подключению кассы и так далее. Более того, вот сейчас у нас здесь устроено все по подключению невиртуального кассового аппарата к системе. Можно установить специальный драйвер и приложение для подключения обычного кассового аппарата с интернет-кассы к платформе и, соответственно, разрешить печать чеков и так далее. Также можно подключать, сейчас у нас уже настроен, сейчас секундочку, здесь в списке касс вы можете подключить кассу Атолл Онлайн. Здесь есть такой обработчик, выбрать соответствующую ФД, с которым заключили договор, и, соответственно, подключить сервис Атолл Онлайн. Он также, ну, при заключении договора с Атолл Онлайн, да, вы получите возможность подключить кассу, так сказать, виртуальную кассу, да, которая на самом деле физическая, просто расположена не у вас, а расположена в дата-центре компании Атолл. Вот. Ну что же, на самом деле я исчерпал сегодня основные темы. Андрею большое спасибо за большое количество фидбэка по удобству работы. Я обязательно передам его весь нашим специалистам. Надеюсь, они примут это в ближайшее время к сведению и смогут как-то вам помочь. Я сейчас должен передать слово дальше. У нас с вами Мария. Напомню, сегодня во второй части вебинара, и Мария, надеюсь, вы готовы. Сейчас готов переключаться. Я от вас никуда не убегаю. Я буду, скажем так, в онлайн до конца вебинара и смогу отвечать на ваши вопросы вот так в течение доклада Марии, просто уже в письменном виде. Да, и, конечно, помогу с вопросами Марии. Так, 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 так. Мария, включите микрофончик. Добрый день. Да, добрый. Вот, прекрасно слышно, все работает. Да, я тогда переключаю экранчик, да. Давайте. Так, вам нужно нажать «Подтвердить показ экрана», выбрать нужный, если их несколько. Вот, все работает. Экран мы видим. Ага, мы видим второй экран, чудесно. Сейчас включим режим просмотра. Еще раз добрый день всем, меня зовут Мария Вознина. Значит, Мария, мы сейчас видим, мне кажется, не тот экран, а тот, на котором скайп у вас открыт. Так, а подскажите, как тогда переключить? Переключить, вот в интерфейсе программы есть выбор экрана, который показывается. Вот так, да? Сейчас посмотрим, загрузится. Да, вот сейчас другой экран. Мария, я прошу вас говорить чуточку погромче или поближе к микрофону, потому что так будет комфортнее нашим слушателям. Хорошо, договорились, и тогда мы начинаем. Меня зовут Мария Возниная, я маркетолог компании «Оско», как уже сказала, и наш доклад называется «Запуск интернет-магазина в вопросах и ответах». Мы решились на определенный эксперимент, то есть собрались самые часто задаваемые нам вопросы, которые нам задают люди перед покупкой решения, и решили поделиться опытом запуска интернет-магазинов на основе наших же продуктов и показать какие-то готовые кейсы. Возможности решения также покажем, расскажем о них немного, но, возможно, не так подробно, как можно было, потому что, в принципе, вы можете всегда зайти на наши демо, посмотреть демо-версии и также запросить доступ к админке. Немного о нас. Мы разработчики готовых решений на Bitrix Marketplace, начиная в 2013 году, и в 2017 на наших готовых решениях работают более 5000 сайтов по всему миру. Мы создаем интернет-магазины, корпоративные сайты и отраслевые решения. Сейчас в нашей линейке продуктов 5 готовых интернет-магазинов. Это лидеры 1SB3 Marketplace, Aspro Optimus и Aspro Market. Быстрого запуска – это Aspro Крутой Шоп и Aspro Интернет Магазин. И также у нас есть один отраслевой интернет-магазин. Это решения для магазинов шинов и дисков. Итак, первый вопрос, который нам очень часто задают, это сколько стоит создание интернет-магазина на основе готового решения. Как видно на слайде, ожидания немножко расходятся с реальностью, потому что обычно люди полагают, что стоимость проекта будет складываться из решения по лицензии 1SBitrix, ну и, возможно, каких-то дополнительных работ. В реальности же запуск проекта обходится немного дороже, потому что к решению и лицензии у нас добавляются расходы на хостинг и определенные расходы на запуск. Например, это установка самого решения, настройка резервного копирования, интеграция системы учета, если вы будете гружать товары в каталог не вручную, также подключение систем оплаты и служб доставки. Но, тем не менее, несмотря на то, что скрытые расходы есть, все равно запуск интернет-магазина на готовом решении обходится дешевле, чем если бы вы разрабатывали его с нуля, и тем более гораздо быстрее, потому что, по нашим данным, например, в Москве уникальная разработка интернет-магазинов начинается с 150 тысяч рублей и занимает 3 и более месяца. Расходы, ну, когда вы планируете расходы на запуск, следует задать себе правильные вопросы. Это кто будет создавать контент, кто нарисует вам визуалы, например, баннеры, как будут загружаться товары, потому что интеграция с 1С, особенность вы настаиваете ее несамостоятельно, или там есть какие-то особенности, подводные камни, это также стоит определенных денег. Кто будет заниматься техническими работами, поддержкой сайта на старте, то есть будете ли вы это делать самостоятельно или делегируете эту работу кому-либо, и, соответственно, как именно будет загружаться контент. Мария, прошу прощения, я вас прерыву. Дело в том, что наши слушатели слышат, что все-таки очень тихо слышно. Можете ли вы сделать микрофон погромче или поближе его еще говорить громче? Хоть как-нибудь. Ну, кажется, что стало получше. Хорошо, давайте тогда продолжим. Вот объясню, почему мы так много говорим о необходимости создания качественного контента. Вот если, например, мы перейдем на главную нашего решения Aspro Optimus, то видно, да, что здесь очень много визуалов. Это и основные баннеры, их должно быть, ну, как минимум три уже на запуске проекта. Есть боковое фоновое изображение, но это, кстати, фишка решения. Есть плавающие баннеры, блок с акциями и многое другое. И аналогично, соответственно, касается карточки товара. Вот открою одну из них, заранее подготовленную. То есть видно, что здесь есть описание, множество табов для характеристик и так далее и тому подобное. То есть все это очень важно проработать и заполнить уже на старте, потому что это пригодится и для старта продаж и, соответственно, для SEO в дальнейшем. Вот покажу эталонный пример. Это один из проектов, Ресторатор Про, который работает на нашем решении Аспро Маркет. И, то есть здесь видно, насколько у них хорошо проработанный контент. То есть очень подробное описание с характеристиками, даже заполнена вкладка видео. То есть это идеальный пример и желательно, чтобы к моменту запуска вашего интернет-магазина каталог выглядел примерно так. Сейчас секундочку, переключусь. Секунду. Что-то пошло не так. Сейчас, секунду. Перелистну презентацию. Готово. Идем дальше. Следующий вопрос – это как выбрать правильный хостинг. От этого зависит, как быстро будет загружаться ваш сайт, его производительность и, соответственно, конверсия, потому что чем дольше сайт загружается, тем больше потери в конверсии. Наши советы, как подойти к выбору. Во-первых, стоит начать с того, чтобы изучить список сертифицированных партнеров 1S Bittrex. Он достаточно большой, можно походить по сайтам, познакомиться с предложениями. Также многие хостинг-площадки предоставляют демо-период для тестирования вашего сайта. Как правило, это 10-14 дней. Соответственно, можно развернуть сайт на тестовой площадке, посмотреть, как все будет работать, удобно ли вам взаимодействовать с хостинг-площадкой. И обязательно советуем пообщаться с технической поддержкой, потому что от того, насколько сотрудники погружаются в вашу проблему, как быстро реагируют, соответственно, тоже зависит работоспособность вашего сайта, потому что, если что-то пойдет не так, вы будете терять продажи. Обязательно при выборе хостинга учитывайте масштабы своего проекта. Потому что, например, для маленьких интернет-магазинов мы рекомендуем использовать специализированные тарифы виртуального хостинга для 1С-Битрик с повышенной загрузкой. Примерная стоимость такого хостинга начинается от 500 рублей в месяц. И, соответственно, что мы подразумеваем под словом «маленькие»? Это до 5-8 тысяч товаров в каталоге, при этом по 5-6 свойств на товар, и посещаемость до 300 посетителей в сутки. Для средних интернет-магазинов предпочтительнее выбирать виртуальные серверы, адаптированные под 1С-Битрикс. Они уже немного дороже, то есть это 800 рублей в месяц, и к ним мы относим такие проекты, у которых в каталоге 15 тысяч товаров, около 10 свойств на товар и до 1000 уникальных посетителей в сутки. И, наконец, большие интернет-магазины. Это магазины с каталогом более 15 тысяч товаров, посещаемость более 1000 посетителей в сутки. И также это проекты, у которых проходят частые обмены с 1С, реализована какая-то сложная бизнес-логика и так далее. И, соответственно, здесь мы рекомендуем не скупиться, выбирать выделенные серверы, оптимизированные под 1С-Битрикс и высокую нагрузку. Стоимость такого хостинга начинается от 10 тысяч рублей в месяц. Следующий вопрос. Сколько времени занимает запуск магазина на основе готового решения? В теории 3 дня, в среднем по нашему опыту и по тем проектам, которые мы запускали совместно с клиентами, средний запуск занимает где-то 1 месяц. Вообще тут стоит оговориться, что все очень зависит от ваших стартовых условий, потому что если у вас какой-то маленький проект, и там будет мало товаров, и примерно все готово с контентом, то, безусловно, вы можете сделать быстро, потому что, по сути, вам нужно только установить решение, наполнить его, можно запускаться уже. А если же у вас проект достаточно сложный, и вам уже с самого первого дня требуются какие-то сложные интеграции, большие каталоги, какие-то доработки функционала под специфику, то здесь уже уйдет месяц, ну, максимум 2. Если дольше, то значит что-то пошло не так. То есть либо вы что-то неправильно делаете и слишком зарылись в настройке и доработке, либо у вас нет какого-то готового плана, то есть бизнес-модели просчитанной. Ну, то есть вы пришли не очень представляя, чего хотите от магазина и готового решения. Также еще хочу сказать, что раньше считалось, что готовые решения для интернет-магазинов выбирают какие-то маленькие проекты, ну, то есть из-за взяда дешево и сердито. Сейчас из-за изменений на рынке веб-разработки в средний сегмент приходит много новых участников, и в том числе на готовых решениях, на Marketplace решениях запускаются достаточно серьезные проекты, то есть у них на старте уже есть какая-то мультирегиональность, когда в зависимости от IP города там варьируются остатки по складам, контакты, контент на сайте. И также у этих проектов есть сложная интеграция. Вот один из таких проектов, опять покажу. Это интернет-магазин Uraru. Это оптовый продавец одежды. Соответственно, не мы им делали этот проект, но, тем не менее, они работают на нашем решении Aspro Market. Вот, в каталоге у них более 3000 брендов и около 19000 наименований товаров. То есть это достаточно серьезный большой проект, и периодически мы видим их в отраслевых СМИ, публикации с их участием. Идем дальше. Вопрос, связанный с предыдущим, как запустить проект быстро и не увязнуть в доработках. Объясню, почему мы вообще об этом говорим. Очень распространенная история и проблема, когда покупается решение, и затем владелец интернет-магазина, его команда, увлекаются, скажем так, допиливанием функционала. То есть люди начинают перепиливать, например, шапки, карточку товара, добавлять какие-то элементы, дополнительные блоки на главную и так далее и тому подобное. В итоге проходит полгода, магазин все еще не запущен. Ну а чем быстрее вы запускаетесь, тем быстрее начинаются продажи. Собственно говоря, что тут можно посоветовать? Действовать по модели MVP. То есть MVP – это сейчас такая модная стартаперская терминология. То есть мы создаем, очень быстро запускаемся, то есть с каким-то базовым функционалом продукта, условно говоря. Затем проводим тестирование, то есть настраиваем рекламу, приводим трафик, добиваемся, чтобы пошли первые продажи, смотрим, что происходит, какие категории товаров работают, не работают, что можно добавить, что можно, наоборот, отключить. Корректируем, выполняем какие-то доработки, настраиваем новые интеграции, если необходимо, ну и затем снова тестируем. У нас получается такой замкнутый цикл, и мы сразу и очень быстро понимаем, чего не хватает. Если анализировать, опять же, наш собственный опыт и проекты, в запуске которых мы участвовали, таймлайн по запуску может выглядеть примерно так. То есть мы запускаемся, используя только функционал решения, затем начинаем продажи в течение одного-двух месяцев, при этом трафик мы приводим через рекламу, это в Яндекс, Гугл, социальные сети. Через три месяца мы уже понимаем, чего нам не хватает, что можно доработать. То есть делаем, например, базовое SEO, настраиваем новые интеграции. Также три месяца, полгода – это примерно тот срок, когда мы выполняем какие-либо доработки. Тоже покажу сейчас пример. Это уже наш проект. То есть мы участвовали в запуске интернет-магазина MyStep.ru. Это магазин напольных покрытий в Москве. Вот, соответственно, что мы для них сделали. Во-первых, мы по их просьбе внедрили конструктор посадочных страниц. То есть у нас не просто список товаров, а какой-то вводный текст, баннеры. И также доработали, опять же, по специфику ниши, карточку товара. То есть у нас есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать количество упаковок в зависимости от метража. И добавлены подсказки за запас на подрезку и отметка о том, каков минимальный заказ. Также у нас есть еще один проект. Это Citadel Online. Это уже магазин сантехники. Сделано решение с ProMarket. Тоже можно посмотреть, как вообще выглядит главная страница и что изменилось. То есть, например, эти баннеры стали круглыми. Но, повторюсь, доработки уже надо делать тогда, когда вы четко понимаете, чего не хватает вашим покупателям и как можно увеличить конверсию и продажи. Следующий вопрос – это аналитика проекта. С чего начать? Безусловно, очень здорово, когда вы стартуете и запускаете интернет-магазин, и у вас уже настроена система электронной коммерции от Google и Яндекс, потому что вы сразу сможете отслеживать, какие товары и категории товаров приносят прибыль, а какие, например, не очень, и уже как-то корректировать, например, свой ассортимент, ценообразование и многое другое. Но мы понимаем, что это достаточно сложно, поэтому, в принципе, на старте вам подойдет какой-то базовый функционал, то есть базово настроенная Яндекс.Метрика с целями для веб-форм, корзины и оформления заказа. Это также одна из фишек наших решений. В наших решениях очень просто и легко настроить Яндекс.Метрику. Сейчас покажу, как это выглядит в админке примерно. Посмотрите, проверить. Можно будет у нас на сайте и почитать подробнее, как это все работает в документации. Так, вот мы перешли в панель управления. Вот, кстати, посмотрите, сколько много настроек у готовых решений. Ну, наших и, в принципе, вообще их обычно довольно много. То есть, в принципе, их хватит для того, чтобы отстроиться от конкурентов, создать какой-то достаточно уникальный внешний вид для вашего интернет-магазина. Вот, теперь посмотрим на Яндекс.Метрику. Соответственно, у нас есть целый блок настроек. Во-первых, есть код счетчика. Ну, то есть, вы вставляете, копируете сюда свой код. И также есть настройки для различных типов целей. Например, использовать цели корзины, использовать цели покупки в один клик, быстрый заказ, полный заказ. Как это все работает? Ну, сейчас попробую выключить это все. Допустим, вам хочется отслеживать, насколько эффективно работает покупка в один клик. Если мы активируем этот параметр, у нас появится в желтом блоке подсказок. Ну, такая подсказка с метками для Яндекс.Метрики. То есть, соответственно, что нам нужно сделать? Скопировать этот фрагмент и затем на стороне Яндекс.Метрики буквально в три клика настроить этот функционал, и данные начинают поступать уже буквально там, ну, не знаю, через полчаса или даже быстрее. И, соответственно, вы уже можете анализировать, как работает ваша реклама, какие компании эффективны и какие нет. Идем дальше. Сколько вкладывать в SEO на старте? Мы разделили этот вопрос, условно говоря, на три этапа. То есть на первом этапе, если у вас, в принципе, стоит такой вопрос, куда вкладывать деньги, либо в копирайтера, в контент, грубо говоря, либо в SEO, то, безусловно, вы выбираете контент и, соответственно, рекламу. Причем по рекламе тут важно говориться, что ее лучше запускать постепенно. Как обычно делают проекты, допустим, вы запускаете интернет-магазин, у вас там несколько категорий товаров, и, соответственно, реклама запускается сразу по всем. Так делать не нужно, лучше запускать постепенно. При этом, пожалуйста, подключите электронную коммерцию от того же Яндекса, потому что, допустим, вы подключили небольшую рекламную кампанию, и сразу увидите, какая есть отдача. То есть, грубо говоря, вы вложили 100 рублей в рекламу и заработали на ней 200. И так постепенно можно подключать новые и новые кампании и заодно тестировать, смотреть. И, опять же, можно также корректировать ассортимент, смотреть, как взаимодействуют пользователи с вашим контентом, текстами, картинками, и тоже все это редактировать. На втором этапе, когда вы уже протестировали, условно говоря, нишу, какие-то группы запросов, делаем базовое SEO. Что такое базовое SEO? То есть, это определенный комплекс работ, который готовит ваш сайт, ну, грубо говоря, корректной индексации. Во-первых, тут важно настроить Яндекс.Метрику и Google, ну, а лучше электронную коммерцию. Затем зарегистрировать сайт веб-мастере, настроить карту сайта и зарегистрировать интернет-магазин в Яндекс.Справочнике. Соответственно, поработать с метатегами и заголовками. Ну, Сергей рассказал в своем выступлении, как это все работает. То есть, добавить какие-то слова типа там акции, купить и так далее, и тому подобное. И, ну, после этого ваш сайт будет готов, грубо говоря, к эффективному продвижению. Сразу говорю, ждать от базового SEO, что благодаря ему вы выйдете в топ, не стоит. То есть, его задача подготовить ваш проект к дальнейшему SEO-продвижению. Но, тем не менее, тут стоит отметить, что если ниша низкоконкурентная, то, в принципе, даже уже после базового SEO проекты выходят на первую-вторую страницу выдачи. И затем уже на третьем этапе можно отдавать SEO на аутсорс и, ну, выполнять какие-то доработки в зависимости от того, что вам посоветуют. Как экономить на SEO? Ну, как я уже сказала, очень важно на этапе запуска проекта хорошо поработать над контентом. Потому что, если у вас хорошие тексты, хорошие подробные описания, есть рич-контент, ну, так называемые там видеопрезентации, инструкции и все прочее, то вашим SEO-шникам будет проще работать и, соответственно, проще продвигать ваш сайт. Вот, что еще важно? Чистая микроразметка. То есть проверить это можно в валидаторе от Яндекса к Google, потому что обычно тоже SEO-специалисты занимаются тем, что правят разметку, чтобы сайт проектно отображался в выдаче. И, ну, соответственно, это тоже целая статья расходов. Блоки для SEO-текстов тоже очень важны. Если они есть, то сайт дорабатывать не придется. И, соответственно, вы можете существенно сэкономить на SEO-продвижении. Почему еще это важно? То есть если вы сделали на предыдущем этапе базовое SEO, то ваш сайт уже на какой-то позиции все равно будет. И уже в зависимости от этого, опять же, будет зависеть там ценник на услуги агентства или специалистов постороннего. Когда начнутся продажи и как их ускорить? Ну, во-первых, мы уже сказали про рекламу, что важно ее запустить сразу же, то есть таргетированную, контекстную. Также можно подключить интернет-магазин к Яндекс.Маркету и другим каким-то каталогам и площадкам, типа товары Mail.ru, T.U.ru, Price.ru. Что важно, если мы говорим о Яндекс.Маркете? Очень важно, чтобы в Яндекс.Маркет попадали товары с СКУ. Благодаря чему это происходит? Если у вас у торговых предложений генерируется свое URL, то, соответственно, они попадут в Яндекс.Маркет. А если нет, то только попадут, соответственно, сами товары. О чем я говорю? Сейчас покажу на конкретном примере. Перейдем на карточку решения с ProOptimus. Вот, допустим, у нас есть товар с торговыми предложениями. Мебель, косметика и так далее и тому подобное. То есть вот есть URL. Мы сейчас попробуем переключить торговые предложения и видим, что URL тоже меняется. Это значит, что в маркет попадут все эти торговые предложения. Еще один вопрос, очень актуальный, потому что буквально уже в июле... Смотри, давайте... У меня есть предложение тут на пару вопросов поотвечать. Давайте. С темы на тему не перескакивают. В частности, вот вопрос от Альфандра. Про базовое SEO понятно, а основное что имеете в виду? В смысле основное? Видимо, основное SEO. Есть базовое, есть, видимо, основное. Ну, то есть вы сделали базовое SEO. Базовое SEO мы тут скорее имеем в виду, то есть это комплекс работ, который выполняется единоразово и готовит сайт к продвижению. Дальше вы отдаете SEO на аутсорс, там, не знаю, агентству, агентству или штатному специалисту. Ну и в зависимости от рекомендаций, там, начинаете ссылки запускать, закупать, прошу прощения, ну и выполнять какие-то другие меры. Тут есть вопрос от Екатерины. Можно ли получить индивидуальную консультацию по запуску и настройку магазина в Новосибирске? Екатерина, да, без проблем. То есть, ну, в конце, естественно, будут там наши адреса, сайт Аспро.ру. Просто свяжитесь с нами любым удобным образом по почте, там, или можете онлайн-консультант написать. Мы с удовольствием вас проконсультируем и ответим на все вопросы. Да, я тоже думаю, что здесь проблема не... Проблема... Удаленность не должна быть сейчас уже в современном мире. Так. Хорошо. Тогда продолжаем... А, подождите, общий вопрос. URL меняется только в вашей разработке, а из коробки такого нет? Да, про варианты СКУ действительно такого нет. Это только в разработке Аспро или других решениях. Из коробки у нас не меняется URL при переходе по СКУ. Это верно. Да, можете... А, вопрос в Bittrex. Екатерина спрашивала, у Bittrex можно ли в Новосибирске. Ну, мы не оказываем индивидуальных консультаций, как компания Bittrex. И в Новосибирске у нас нет ни представителя. Ну, как бы своего, собственно, нет. Все подобные консультации – это, безусловно, вочина партнеров. Можете обратиться как к текущему партнеру компании Аспро, Мария предоставит все данные, так и к любому партнеру, в том числе в Новосибирске, за подобные консультации. У нас в Новосибирске их достаточное количество, чтобы был даже хороший выбор, если надо лично встретиться. Все, Мария, продолжайте. Я думаю, мы ответили. Итак, переходим к очень волнующему вопросу многих, потому что у нас в последнее время очень часто его задают. Это 152 ФЗ, то есть закон об обработке персональных данных. Спрашивают, что делать очень часто. Ну, вопрос очень простой. Во-первых, на сайте contour.ru есть целая страница, посвященную закону этому, и можно получить пакет документов, ну и, соответственно, на стороне компании этот вопрос решить. Со своей стороны, что мы сделали? Во-первых, мы внедрили галочку пользовательского соглашения и согласия на обработку данных на всех формах и добавили соответствующую страницу на сайт. Снова покажу, как это работает. Опять перейдем в админку. И вот в блоке основных настроек у нас будет такая опция, которая называется «Информирование об обработке персональных данных». Соответственно, если она активна, то на каждой форме, в том числе при оформлении заказа, у нас появляется такой чекбокс «Согласие на обработку персональных данных», по умолчанию он не активен. И со ссылкой на соответствующую страницу, где весь этот текст есть. То есть типовой текст мы включили в поставку, но, естественно, будет здорово, если вы подготовите свой вариант с учетом своих каких-то специфик и подводных камней, и будете использовать именно его. Еще один очень важный вопрос. Как все-таки правильно выбрать готовое решение? Здесь очень важно смотреть не столько на платформу, но, вернее, с платформой мы определились, это 1S Bittrex, и какое-то конкретное решение, а смотреть на компетенции, опыт и продуктовую линейку самого разработчика. Потому что разработчик готового решения, по сути, это ваш будущий лучший друг, партнер, и во многом даже иногда советчик по каким-то e-commerce делам. И почему это еще важно? Потому что разработчик с большими компетенциями и долгой историей создания решений для Marketplace постоянно занимается усовершенствованием функционала. То есть выпускает какие-то обновления, новые фишки, потому что очень важно отслеживать тренды e-commerce. И также есть еще такая деталь, то есть вы можете запуститься на каком-то базовом решении, потому что, допустим, у вас не очень много денег на старте, и вы хотите протестировать нишу, то есть запустить такой пилотный проект. А затем, естественно, пожелания у вас трансформируются, вам понадобятся какие-то более серьезные фишки, интеграции, функционал, и тогда в этом случае вы просто сможете перейти на какое-то более старшее и более мощное решение, то есть вам будет доступен апгрейд. И еще раз повторю, самое важное – это экспертиза. Во-первых, что мы имеем в виду под экспертизой? Это опыт e-commerce, то есть у разработчика должен быть опыт запуска проектов разного масштаба, от каких-то крупных, не знаю, региональных, например, интернет-аптек, до небольших интернет-магазинов. Должна быть техническая компетентность, потому что, то есть это по технической компетентности мы имеем в виду техподдержку с быстрым временем реагирования, какие-то обучающие материалы, опять же, помощь в настройке. Также, если у разработчика много компетенций, то даже ваш проектный менеджер сможем вам посоветовать какие-то полезные штуки именно для вашей ниши, потому что опыт большой, и, возможно, в портфолио уже есть какой-то сходный по тематике проект. И, да, примеры проектов, схожие ниши – это тоже очень важно, потому что можно посмотреть, как делают другие, вдохновиться и, соответственно, заимствовать какие-то хорошие вещи для себя. Также я хочу показать еще пару примеров, почему не стоит бояться запускать интернет-магазин на готовом решении. Часто нам говорят, что готовое решение – это же сайты будут под копирку, но нет. Во-первых, если вы создаете классный контент и прорабатываете визуалы, решения могут выглядеть достаточно по-разному. То есть вот, например, решение сайта на Aspro Market – это интернет-магазин альпинистского снаряжения Big Wall. Вот нам очень нравится этот сайт – Ресторатор.pro. Он создан на основе Aspro Optimus. То есть что они сделали? Отключили основные баннеры, оставили только область с плавающими баннерами и, опять же, очень хорошо проработали функционалы, визуалы. И благодаря этому интернет-магазин выглядит очень непохожим на какие-то другие примеры. На этом я, пожалуй, какую-то основную часть своего доклада закончу. Если вам нужна консультация или вы хотите посмотреть и узнать больше о наших готовых решениях, переходите на наш сайт Aspro.ru, на нашу карточку решения на Marketplace. Мы с удовольствием пообщаемся. Спасибо большое, Мария. Да, было очень интересно про разные действительные проблемы и вопросы клиентов послушать. Я надеюсь, что мы ответили, в общем, на большинство вопросов. Сейчас вот Александр спрашивает, может ли проконсультировать по правовой основе. Ну, Александр, наверное, зависит от того, какой конкретный вопрос. Безусловно, Мария, у нас есть даже определенный опыт работы, в том числе с различными юридическими вопросами, и там какая-то практика накопилась, наверное, на какие-то вопросы можем проконсультировать. Что-то, вероятно, останется за пределами наших компетенций, тогда мы об этом сразу скажем. Будет ли акция по вашим решениям? Не планируете, Мария, акции по решениям Aspro? Ну, по поводу акции. У нас сейчас действует акция. Это скидка на Aspro интернет-магазин. Это как раз-таки базовое решение. В будущем, возможно, будет и на Aspro Market. Ну, пока ничего говорить не могу, обещать. Но попробуйте, во-первых, следить за нашими новостями. Там в соцсети можно в нашу вступить. Мы там всю информацию о скидках публикуем. Также у нас на сайте тоже все эти обновления отображаются. И, естественно, в списке решений наших на Marketplace тоже мы достаточно часто мелькаем. Можно смотреть и отслеживать какие-то акционные предложения. У Александра вопрос, какими документами регулируется интернет-магазин. Это, видимо, речь, да, про всю юридическую часть работы интернет-магазина. На самом деле интернет-магазин там не сильно отличается от обычной торговли. Всего лишь дистанционный способ. Но, на самом деле, там отличий не очень много. В любом случае надо иметь юрлицо со всеми вытекающими из этого последствиями. И теперь еще и кассовый аппарат. И соответствующие условия все выполняйте. По уплате, по уплате налога и так далее. Ну вот вопрос здесь, я так понимаю, Александр, больше связан с 54ФЗ и требования ли для всех это магазинов или нет. Здесь ответ на этот вопрос такой. Применение 54ФЗ зависит не от интернет-магазина, а от юридического лица, который работает. И от системы налоговложения или применения патентной системы. То есть, грубо говоря, применение кассового аппарата регламентируется не видом деятельности, а тем, как организовано ваше предприятие. Если вы обычная ООО, работающая на общей системе налоговложения или на упрощенке, то для вас применение кассового аппарата будет обязательно. Если вы, опять же, торгуете в розницу, то есть у вас идут взаиморасчеты с физическими лицами. Если вы вдруг ИП, и находитесь на патенте, или у вас единый вмененный налог, то в этом случае требование по этому закону несколько отсрочено для вас на 1 июля 2018 года. После 1 июля все равно придется применять кассовый аппарат. В этом же случае есть отсрочка по правилам формирования чеков. Она там даже до 2021 года. То есть вы обязаны будете с 1 или 18 пробивать чеки, но не обязаны там указывать полное именование товаров, например. То есть есть и такие нюансы. Но в целом, если вы юрлицо на общей системе или на упрощенке, то ограничения, в смысле эти отсрочки вас не касаются. Что касается оптовой торговли, то оптовая торговля чаще ведется с юридическими лицами. Оплата там происходит безналичным расчетом. То есть когда вам одно юрлицо перечисляет другому юрлицу средство на расчетный счет. В этом случае касса, естественно, применяться не должна, этот закон. Только в случае, если вам принесли деньги или вы приняли электронную систему платежа, то есть это карта и электронные деньги, в этом случае касса нужна. Но между юрлицами обычно такого не происходит. Вопрос про оферты с пользователями онлайн. Ну, собственно говоря, Мария, мне кажется, довольно-таки детально рассказала о том, какое соглашение, какие документы должны быть на сайте. И действительно для соблюдения 152 ФЗ, для того чтобы не было проблем с претензиями по размещенной информации, по использованию материалов с сайта и так далее, безусловно, лучше иметь на сайте соответствующие документы. То есть соглашение с пользователем сайта – это соответствующие правила использования и работы с персональными данными и так далее. Вы можете взять за какой-то пример или образцы, например, с нашего сайта документы или документы с сайта коллег, чтобы посмотреть, какие документы реально должны быть или могут быть для того, чтобы защитить ваши интересы. Так, если оплата товаров идет наложенным платежом при отправке Почты России, касса обратно не нужна. К сожалению, на этот вопрос нет ответа. То есть пока на текущий момент я не видел разъяснения на этот счет. То, что Почта России находится на особом счету, ну, то есть, грубо говоря, и налоговая относится по-особенному к тому, как происходит оплата через Почту России. Пока, к сожалению, разъяснений на этот счет я не видел. Достаточно достоверных, чтобы вам точно ответить на этот вопрос. Поэтому его, наверное, нужно адресовать налоговой службе. К сожалению, пока я не видел хорошего ответа или достоверного ответа на этот вопрос, что происходит с наложенным платежом. Есть ли отраслевые решения по продажам моторных масел? Не видел. Я не видел. Мария, попадались вам в решение по продаже моторных масел? Я не видел. Есть решение по запчастям, но мне кажется, что моторное масло не такой уж уникальный товар, его можно использовать для него в любой универсальный интернет-магазин. Да, я подержу здесь Сергея, скажу от себя, что любой, в принципе, интернет-магазин можно адаптировать под тематику, и все зависит от вашего контента. Например, тот же Optimus. Деньги приходят от юрлица, Почта России по договору. Еще раз, здесь вопрос не как к вам приходят деньги, а как происходит взаиморасчет с покупателем. Да, вот это важный вопрос. То, что к вам каким-то образом пришли деньги по договору, то же самое происходит и при эквайринге в банке и при других электронных системах платежей. Поэтому тут вопрос. На самом деле налоговая регламентирует расчет с покупателем. Товар ваш, покупатель ваш. Вот тут и вопрос, что делать с чеком. Еще раз, к сожалению, прямого ответа про работе с Почтой России на данный момент нет. Ну, или я его пока еще не узнал. На самом деле мы там стараемся следить за ситуацией, и действительно нам задают много вопросов. К сожалению, пока по Почте России не регламентировано. И даже наши коллеги из Атола пока на этот вопрос не могут ответить. К сожалению. А вот еще вопрос. Какие магазины детских товаров вы зарабатывали? Можете пару примеров, пожалуйста, назвать. Мария, к вам вопрос. Ну, один из примеров, это, например, есть магазин Агубэйби. Ну, я думаю, опять же, что будет здорово, если вы как-то с нами свяжемся, и мы просто подготовим прямо выборку, потому что вот прямо так на вскидку, честно говоря, прямо сейчас не могу вспомнить. Мне кажется, у нас на сайте было, есть там типизация по типам интернет-магазинов. Единственное, только не знаю, есть ли там раздел «История успеха». И там и опубликованы все проекты. Ну, как все, много проектов, посвященных, ну, сделанных на платформе Bittrex. Но вот есть ли там детские товары, я не знаю, сейчас посмотрим. Товары для детей, да, есть. Можно там отфильтровать проекты по этому запросу, посмотреть. Но это будут все магазины на Bittrex просто сделаны, конечно, не на типовых решениях, а вообще все. Так, ну что же. О, имеется ли магазин на казахском языке? Ну, я уверен, что имеются. У нас даже в Казахстане есть свое представительство, и там есть целый ряд партнеров, которые реализуют проекты в Казахстане. Поэтому, безусловно, есть. Вот прям вам сейчас ссылки предоставить, наверное, не смогу. Опять же, это нужно поискать. Может быть, в разделе «История успеха» вы сможете на нашем сайте найти и казахские сайты. Ну, вот так вот сходу, наверное, не назову. Но не вижу препятствий использовать Bittrex для разработки сайта на казахском языке. Тут нет никаких ограничений. Можно там на сайте 1sbitrix.kz, соответственно, поискать примеры. Возможно, там есть даже опубликованные кейсы. К сожалению, за Казахстан непристально слежу с этой точки зрения, поэтому, наверное, подсказать детально не смогу. Ну что ж, я предлагаю на сегодня нам заканчивать. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что мы там ответили на все ваши вопросы. И можно обратиться, как в компанию 1sbitrix. На нашем сайте есть также открытая линия, и можно попробовать пообщаться или на любые контакты написать. Мои коллеги отвечают довольно оперативно и стараются помогать. Компания ASPRO, собственно, контакты, опять же, перед вами. Сайт указан, вы сможете обратиться и получить консультацию. Всего доброго. Напоминаю, что следующий вебинар по этой тематике, то есть продолжение сегодняшнего вебинара, вторая часть, посвященная открытию и продвижению интернет-магазина, будет более детальная работа с каталогом, будет более детальная работа с заказами, подключение CRM-системы, работа с email-маркетингом, то есть рассылками, триггерными рассылками, про B-тесты пульс-конверсии, про бизнес-модель магазина и вообще обработку заказов. Все это в следующем вебинаре, который состоится 13 июня, также в 11 часов. Регистрируйтесь, если еще этого не сделали, и мы вас там ждем для работы, для продолжения, собственно, этой тематики. Вот так. Вопрос есть. Один из Bittrex может выдавать сертификаты о прослушивании курса вебинара. Нет, к сожалению, о вебинарах мы сертификаты не выдаем. Это не является курсом. Это просто маркетинговый, знакомительный вебинар. Он является обучающим материалом, поэтому по нему сертификаты мы, к сожалению, выдать не можем. Запись пришлем? Да, запись обязательно пришлем. Она производится. И как только обработается, мы сразу пришлем ссылку, как только выложим на YouTube, сразу пишем ссылки всем участникам вебинара, которые к нам зарегистрировались. Ну что ж, Мария, спасибо вам. Спасибо всем, кто к нам присоединился. На этом вебинар заканчиваем. Всего доброго и хорошего дня.